Глава 1246. Что это за техника кулака? Стоя на сцене, Юусинь холодно посмотрел на Хуан Сиалуна. Несмотря на то, что Юусинь проиграл Хуан Сиалуну, когда он использовал свое искусство божественного глаза разрушения в королевском городе 10 тысяч слонов, Юусинь был уверен, что легко уничтожит Хуан Сиалуна в этой битве. Ван Гудзе и Ван Гудончинь внимательно следили за Хуан Сиалуном и Юусинем. «Большой брат Цзе, как ты думаешь, сколько ходов Хуан Сиалун может выдержать от Юусиня?» спросил Ван Гудончинь. Несмотря на то, что они оба знали, что Юусинь потерпел неудачу в королевском городе 10 тысяч слонов, их мысли были также похожи на мысли Юусиня. Они также думали, что Хуан Сиалун ему нечета. «Вероятно, 100 ходов», — Ван Гудзе ответил торжественно. «100 ходов». Ван Гудончинь был искренне шокирован. Хуан Сиалун так силен. Юусинь, скорее всего, давно прорвался в пятый уровень царства древнего бога. Первоначально Ван Гудончинь думал, что это неплохо, если Хуан Сиалун сможет выдержать 30 ударов от Юусиня. Он не ожидал, что Ван Гудзе подумает, что Хуан Сиалун сможет выдержать 100 ударов от Юусиня. В глазах Ван Гудзе вспыхнул свет. «Моя интуиция подсказывает мне, что Хуан Сиалун намного сильнее, чем то, что мы можем увидеть с поверхности. Он сможет выдержать 100 шагов от Юусиня, но жаль, что я не получу возможность победить его сам». Ван Гудончинь с ненавистью посмотрел на фигуру Хуан Сиалуна, считая его счастливчиком. На сцене битвы Хуан Сиалун внезапно повернулся, чтобы посмотреть на Ван Ши, и сказал. «Ван Ши, мы можем начать». Его тон, казалось, имел скрытое значение. Лично он не имел хорошего впечатления о Ван Ши. Во время своего пребывания в городе Золотого Колеса Хуан Сиалун узнал причину враждебности Ван Ши. По отношению к нему, Ван Ши был двоюродным дедом Ван Вэя. «К бою», — сказал Ван Ши. Его лицо напряглось после того, как Хуан Сиалун назвал его по имени, но он все же объявил о начале битвы. «К бою», — голос Ван Ши отразился на площади. Хуан Сиалун сделал свой шаг прямо в этот момент. Раздался гул. Страшный импульс разразился из тела Хуан Сиалуна, похожий на внезапно извергающийся вулкан, после того, как он спал в течение миллиона лет. Лава и тифра вылетели во все стороны. Хуан Сиалун подтолкнул свое истинное тело дракона до предела. Бескрайние драконицы распространились со сцены, когда одна черная и другая голубая головы дракона появились на спине Хуан Сиалуна. Юусин еще не отреагировал, когда фигура Хуан Сиалуна увеличилась на глазах. Затем сила кулака Хуан Сиалуна покатилась к нему. Встревоженный Юусинь собирался поднять руку, чтобы защитить себя, но он почувствовал, как огромная сила врезалась в его грудь, как будто он был поражен божественной горой, и его отправили лететь назад. Юусинь плевался кровью в воздухе, окрасив половину сцены в багрово-красный цвет, а затем тяжело рухнул на край сцены. Громкие звуки пришли со сцены битвы. Хуан Сиалун стоял там, где изначально стоял Юусинь, сложив руки за спиной. Ван Гу Цзэ, который только что сказал, что Хуан Сиалун может выдержать 100 шагов от Юусиня, был ошеломлен. Так же как и Ван Гу Дон Чинь, который думал, что Хуан Сиалун может выдержать только 30 ходов, прежде чем его победит Юусинь. Джо У Сюй, который чувствовал себя самодовольным после победы над Ван Гу Чаном, был в равной степени ошеломлен. Тан Лин, Ло Юнь Цзэ и другие тоже были ошеломлены. Золотой чело и кровавый нож, которые заверили Хуан Сиалу на сохранять спокойствие и посоветовали ему сделать все возможное, используя свое тело истинного дракона, с изумлением смотрели на Юусиня, который лежал на сцене. Самыми интересными из всех реакций были яркие выражения предка Черного Льда, когда ее грудь поднималась и опускалась. Только она знала, возбуждена она или зла. Темно-зеленый свет вспыхнул в глазах патриарха племени Темных Эльфов. Патриарх клана Ван Гу Ван Гужуй, лидер культа Черного Ветра и вождь секты варварских шаманов имели разные мысли относительно сцены, которая только что развернулась перед ними. В течение нескольких секунд вся площадь была смертельно тиха, а затем все взорвались в шоке. Как это возможно? Не говорите мне, что Юусинь сознательно проиграл Хуан Сиалуну. Трудно сказать, но, возможно, у них было секретное соглашение. Иначе как Хуан Сиалун мог победить Юусиня всего одним ударом? Толпа становилась все более шумной. Большинство из них отказались поверить в то, что они только что засвидетельствовали. Отказались поверить, что Юусинь проиграл Хуан Сиалуну, причем всего за один ход. Хуан Сиалуну смехнулся про себя, слушая эти голоса, которые отрицали его победу. Большинство из них были выходцами из Вечного Материка и Материка Темных Эльфов, и даже немало из них были представителями морских племен. В это время Юусинь медленно ползал на сцене, пристально глядя на Хуан Сиалуна, когда его лицо искажалось желанием убивать. Белизна его глаз полностью почернела. Фактически, все его тело изменялось, когда черные символы извивались на его коже, и вскоре покрывали его с головы до ног. Что еще более шокирующе, черные символы на теле Юусиня продолжали меняться, формируя образы злых духов. Призрачное тело призрачного домена. Воскликнули несколько человек из толпы. В глазах Хуан Сиалуна было удивление, так как он был удивлен, что Юусинь все еще мог стоять на ногах, особенно после того, как он приложил 70% силы своего истинного дракона во время своего первого хода. Казалось, он недооценил Юусиня. Судя по нынешнему импульсу Юусиня, он не только прорвался в пятый уровень царства Древнего Бога, но уже достиг пика в начале пятого уровня царства Древнего Бога. Тело призрака домена призрака. Это очень похоже на его фригидную циасуры. Хуан Сиалун. Пара безэмоциональных глаз Юусиня была устремлена на Хуан Сиалуна, когда он шипел каждое слово «Отправляйся в ад». Он распространял призрачную ци в своем теле, и позади него появлялись различные злые призраки. Однако, как только Юусинь собирался атаковать, перед его глазами мелькнула фигура. Хуан Сиалун атаковал первым, ударив кулаком. На этот раз Хуан Сиалун приложил все силы своего тела. В момент паники Юусинь поднял руку, чтобы защитить себя, и сумел заблокировать удар Хуан Сиалуна. Однако, когда кулак Хуан Сиалуна ударил по руке Юусиня, рука Юусиня сломалась, и кулак Хуан Сиалуна полетел прямо в грудь Юусиня. Юусиня выбросила со сцены. Его тело дергалось один и два раза, затем больше не двигалось. Ученики свечного материка начали возмущаться поражением Юусиня, и голоса морских племен застряли у них в горле. Некоторое время спустя Ван Ши отвел взгляд от тела Юусиня и со сложными чувствами объявил результат. На глазах у толпы Хуан Сиалун небрежно вернулся на смотровую площадку врату дачи. Золотой чело и кровавый нож посмотрели на Хуан Сиалуна, но никто из них не знал, что ему сказать. У Ценьер были звездные глаза, когда она посмотрела на Хуан Сиалуна и спросила. Старший брат Хуан, как называется техника кулака, которую вы использовали в битве сейчас? Хуан Сиалун улыбнулся. Непобедимый верховный кулак гегемона номер один. У Ценьер было ошеломленное выражение лица, затем она разразилась смехом. Рядом с ней Лилу тоже улыбалась, как цветок после дождя. Золотой чело, кровавый нож, предок Небесного Меча и предок Мириат Пламен посмеивались над ответом Хуан Сиалуна. Краем глаза Хуан Сиалун увидел восковые лица Джоусюя и Танлиня. Он спросил с фальшивым беспокойством. Джоусюи, младший брат Танлин, вы нехорошо себя чувствуете? Вопрос Хуан Сиалуна привлек внимание других к Джоусюю и Танлиню. Джоусюю и Танлин быстро выдавили улыбку, покачивая головами, и настояли. Нет, нет. Глава 1247. Ло Юньцзи получает травму как бы ни было неловко им на сердце, они не смели сказать ни слова перед всеми. Хуан Сиалун ухмыльнулся, а затем переключил свое внимание на центральную сцену битвы, молясь, чтобы эти двое не встретились ему на сцене. За последние несколько лет эти два клоуна зашли слишком далеко. Неужели они действительно думают, что после культивирования так называемого лазурного меча дракона Ци или намерения меча четвертого уровня, Хуан Сиалун – мягкая хурма, которую они могут давить, как им нравится? По правде говоря, сцена, когда Хуан Сиалун выбросил Юусиня со сцены, все еще воспроизводилась в умах Джоусюя и Танлиня. Мастер, который получил наследство короля домена призрака и успешно культивировал тело призрака домена призрака, на самом деле был выброшен со сцены Хуан Сиалуна одним ударом. Уверенные в себе, они знали, что между ними и Юусинем большой разрыв в силе. Если они встретят Хуан Сиалуна на сцене битвы, результат будет. Чем больше Джоусю и Танлин думали об этом, тем более неловко они себя чувствовали. Теперь третий матч второго тура начался. Этот матч был между Ван Гудзе и Ло Юнгзе. На лице Ло Юнгзе было горькое выражение. Все думали, что Хуан Сиалуну не повезло, когда он выбрал Юусиня своим противником, но по сравнению с Хуан Сиалуном Ло Юнгзе почувствовал, что его удача была в сто раз хуже, когда он навлек на себя Ван Гудзе. Твою мать! Ло Юнгзе выругался, глядя на Ван Гудзе, стоящего напротив него. Если его оппонентом был не Ван Гудзе, основываясь на его силе, у него был высокий шанс попасть в первую десятку. Теперь не было никакой надежды. По правде говоря, он уже мог вообразить свой несчастный конец. Ло Юнгзе. Рот Ван Гудзе расплылся в улыбке. Я знаю, что ты хороший друг Хуан Сиалуна. Мы встречались в королевском городе десяти тысяч слонов, верно? Ло Юнгзе усмехнулся. Ван Гудзе, ты можешь прекращать нести херню и сделать свой ход. Как только он закончил говорить это, пламя заплясало на поверхности тела Ло Юнгзе, когда его божество огня вращалось так быстро, как только могло. Ван Гудзе рассмеялся, когда увидел, как Ло Юнгзе играет с огнем перед ним. Фигура Ван Гудзе мелькнула, когда Ло Юнгзе напал на него. Толпа увидела белое пламя, появившееся из тела Ван Гудзе. Кроме того, внутри белого пламени было черное сияние. Белое пламя Целин. Кроме того, он превращается в черный огонь Целин. Все были ошеломлены. От низкокачественного до высококачественного пламени Целина. Оно начинается с красного пламени, синего пламени, золотого пламени, белого пламени, черного пламени, а затем фиолетового пламени. Даже некоторые старейшины клана Вангу в своем совершенствовании просто достигли белого пламени Целин, поэтому они никогда не предполагали, что Вангутзи достиг стадии белого пламени Целин, которая в процессе превращалась в черное пламя Целин. Хотя это была лишь небольшая часть черного пламени, тем не менее они все еще были черным пламенем Целин. Такой талант был действительно первым за десятки тысяч в истории клана Вангу. Вангутзи вытянул ладони наружу, и белое пламя Целин направилось к Ло Юнцзи и столкнулось с огнем Ло Юнцзи. Сродни воде, встречающей страшный огонь, огонь Ло Юнцзи мгновенно испарился. В следующий момент Ло Юнцзи был поражен ладонями Вангутзи. Ло Юнцзи закричал от боли, когда его выбили со сцены. Его грудь была опалена черным пламенем Целин, которое все еще жгло его плоть и быстро распространялось на другие части его тела. Ло Юнцзи был покрыт огнем в мгновение ока. Все на смотровой площадке Врат Удачи очень волновались. В этот момент Хуан Сиалу натреагировал. Он слегка хлопнул ладонями, и его холодная сила окутала Ло Юнцзи. Белое пламя Целин Вангутзи было подавлено, а затем полностью погасло. Эта сцена потрясла зрителей. Во-первых, они были шокированы тем, что огонь Ло Юнцзи был легко побежден Целинским пламенем Вангутзи, а во-вторых, холодная сила Хуан Сиалуна фактически подавила Целинское пламя Вангутзи. Вангутзи был внутренне шокирован. Он очень хорошо знал, насколько мощным было его пламя Целин. Хотя он не достиг стадии черного пламени Целин, он коснулся краев перехода к черному пламени Целин. В довершение всего, средние древние божественные доспехи будут мгновенно сожжены его текущим белым пламенем Целин, без исключения. Хуан Сиалун, ты на самом деле осмелился вмешаться в сценическое сражение и грубо нарушил правила сценического сражения. Резко выговорил Вангутзи. Кастеллан Ванши, как ты собираешься судить его, как великий старейшина врат удачи? Правильно, Хуан Сиалун должен быть наказан за нарушение правил, отозвать его квалификации участия. Отмените квалификации участия Хуан Сиалуна. Ванши, даже если ты великий старейшина врат удачи, ты собираешься прикрыть Хуан Сиалуна в этой ситуации? Сразу же закричали эксперты, принадлежавшие к силам вечного материка. Хуан Сиалун холодно усмехнулся. Вангутзи, я и не думал, что ты такой идиот. Ло Юнцзи вылетел со сцены битвы, битва между вами уже закончилась. Могу ли я узнать, какое правило я нарушил, спасая его? Ты идиот номер один из клана Вангу, который даже не знает правил сценического боя. Если ты не знаешь правил, я могу рассказать их тебе одно за другим. Эксперты материка удачи разразились смехом, услышав слова Хуан Сиалуна. Идиот номер один клана Вангу, ха-ха. Некоторые ученики небесного острова Дан нарочно смеялись громче всех. Слова Хуан Сиалуна действительно помогли им выразить свой гнев. Круто. Даже некоторые темные эльфы и люди с материка первичного хаоса безудержно смеялись. Вангутзи был первым гениальным учеником клана Вангу, но теперь Хуан Сиалун назвал его первым идиотом клана Вангу. Это было действительно ново и свежо. Глядя на смеющиеся лица экспертов разных сил, его лицо побагровело, как баклажан. Глядя на Хуан Сиалуна, в его глазах вспыхнуло желание убивать. Тем не менее, он не мог найти никаких причин, чтобы возразить, поскольку Хуан Сиалун был прав. Хуан Сиалун проигнорировал Вангутзи и быстро накормил Ло Юньцзи несколькими целительными божественными гранулами и направил божественную силу элемента света через его ладони в тело Ло Юньцзи, чтобы ускорить его исцеление. Тем не менее, Хуан Сиалун должен был признать, что пламя целин действительно было сильным. Всего за несколько мгновений все тело Ло Юньцзи было сожжено, и его не так легко будет вылечить. Глядя на ужасное состояние Ло Юньцзи, намерение убивать бросилось в сердце Хуан Сиалуна. Сначала у него были некоторые сомнения по поводу Вангутзи, но теперь их не осталось. Хуан Сиалун помогло Юньцзи вернуться к смотровой площадке врат удачи. Прежде чем Хуан Сиалун отвернулся, его пронзительный взгляд упал на Ванши. Когда Вангутзи использовал правила этапа битвы в качестве предлога для дисквалификации участия Хуан Сиалуна, Ванши молчал, вместо того чтобы защищать его, несмотря на то, что он знал, что не нарушает никаких правил. Это было за пределами враждебности, это было чистой ненавистью. Соревнование продолжалось, и вскоре второй тур матчей подошел к концу. Участниками, которые успешно вошли в высшие ранги, были Хуан Сиалун из Врат Удачи, Джоусю и Танлин. Вангутзи из Вангу, Вангу Дунчинь, а также ученика по имени Вангу Хуан. Два ученика с материка темных эльфов и два ученика из материка первичного хаоса. Теперь все 10 лучших учеников, пожалуйста, выйдите на сцену, чтобы выбрать жребий для матчей третьего раунда, поручил Ванши. Хуан Сиалун, Джоусю и Вангутзи и другие семь учеников вышли на сцену. Глава 1248. Отказ Вангутзи и три ученика Врат Удачи были первыми, кто тянул жребий. За ними последовали ученики клана Вангу, ученики племени темных эльфов и, наконец, ученики материка первичного хаоса. Хуан Сиалун вытащил палку с номером 3, а другой человек, который держал палку с таким же номером, был Джоусю. Хуан Сиалун заулыбался, глядя на Джоусюя, в то время как лицо Джоусюя побелело, а затем и стало еще страшнее, словно он проглотил муху, глядя на палку в руки. С другой стороны, двумя учениками, которые рисовали палки под номером 1, были Танлин и Вангутзи и другие отступили на свои сцены, в то время как Танлин и Вангутзи остались на сцене битвы. Вернувшись на смотровую площадку врату дачи, Хуан Сиалун первым сказал, лазурный мечцы младшего брата Джоусюя очень силен, позже на сцене, младший брат Джоусюй, пожалуйста, проявите милосердие. Пожалуйста, проявите милосердие. Лицо Джоусюя дернулось. Уценьер не могла удержаться от смеха, и намек на насмешку был виден даже в глазах Лилу. Этот парень всегда заставляет других смеяться. В это время на этапе битвы началась битва Танлин и Вангутзи. Танлин держал в руке зеленый меч, а у Вангутзи был длинный клинок. Мечицы летали по всей сцене. Но, судя по ситуации, Танлиню не хватало сил. Все могли видеть, что Танлин неоднократно отступал, и если бы не его немного более высокое мастерство владения мечом и успешное совершенствование канона небесного меча 4 уровня, Танлин бы уже проиграл. Царство Древнего Бога Царство Древнего Бога достигло середины 3 уровня, тогда как совершенствование Вангутдончиня уже достигло пика в конце 4 уровня Царства Древнего Бога. Разрыв в их силе был слишком велик, не говоря уже о том, чтобы его и мастерство Вангутдончиня было выше среднего среди пиков в конце 4 порядка Царства Древнего Бога. Среди всех участников в течение этого срока силы Ван Гудон Чиня самого по себе было достаточно, чтобы он вошел в первую десятку. Как и ожидалось, вскоре после этого Тан Лин споткнулся и сошел со сцены, пораженный золотым пламенем Ван Гудон Чин. Второй матч в третьем раунде состоялся между Ван Гудзе и учеником с материкотемных эльфов. Как только они оба поднялись на сцену, ученик материкотемных эльфов немедленно признал свое поражение. Когда это был третий матч в третьем раунде между Хуан Сиолуном и Чжоу Сюэм, Чжоу Сюэ повернулся к предку Небесного Меча и сказал «Мастер, Хуан Сиолун и я – братья одной секты, и это неизбежно повредит нашим чувствам, если мы будем сражаться на сцене. Так что сражаться не нужно, я охотно признаю поражение». Все были немного ошеломлены, слушая слова Чжоу Сюэ. Хуан Сиолун усмехнулся про себя, слышав слова Чжоу Сюэ. Чжоу Сюэ заставлял себя выглядеть великодушным, как будто он был тем, кто дорожит братьями по секте, поэтому он сознательно проложил путь Хуан Сиолуну. Предок Небесного Меча улыбнулся и кивнул. Хорошо. Предок Черного Льда была полна гордости за Чжоу Сюэ. Чжоу Сюэ – этот парень такой молодец. Он великодушен и видит более широкую картину, в отличие от одного определенного эгоистичного ученика, который думает только о себе. В отличие от одного определенного ученика, между бровями Хуан Сиолуна появилась тонкая борозда. Этот предок Черного Льда намекнула на то, что он эгоистичен, обвиняя его в том, что он не желает рассматривать более широкую картину, а также испытывает недостаток любви к своим братьям. Согласно предку Черного Льда, он должен поучиться великодушию у Чжоу Сюэ, бросая полотенце, как это сделал Чжоу Сюэ. Только тогда он будет считаться заботливым по отношению к своим братьям. Кровавый нож фыркнул. Секты, братья, любовь, видеть широкую картину? Я так не думаю. Кто не знает силы Сиолуна? Если они сразятся, Чжоу Сюэ наверняка проиграет. Теперь он даже не осмелился подняться на сцену битвы. Это отбрасывает тень на репутацию учеников врат удачи. Выражение лица Чжоу Сюэ стало ужасным, но он не смело провергнуть кровавого ножа. Он остался тихо стоять, опустив голову. С тех пор, как Чжоу Сюэ впервые бросил полотенце, Хуан Сиолун выиграл третий матч. Последующие четвертый и пятый матчи также быстро закончились. Из врат удачи в первую десятку вошел только Хуан Сиолун. Ван Гу Цзэ и Ван Гу Дон Чи не скла на Вангу. И по одному ученику с материка темных эльфов и материка первичного хаоса. Как и прежде, пятеро учеников по очереди тянули жребий, чтобы определить своих противников. Хуан Сиолун снова вытащил палку, и на этот раз его противником был Ван Гу Цзэ. Когда Хуан Сиолун и Ван Гу Цзэ увидели цифры в их руках, их глаза встретились в воздухе. Невидимое желание убивать загорелось между ними. При этом толпа на площади взорвалась, как тонна зажженной взрывчатки. С тех пор, как Хуан Сиолун победил Юусиня, он и Ван Гу Цзэ, естественно, стали двумя наиболее видными гениальными учениками в этой битве четырех материков. Как думаете, кто победит? Я все еще думаю, что это будет Ван Гу Цзэ. Хотя Хуан Сиолун очень силен, ему все еще не хватает по сравнению с Ван Гу Цзэ. Ван Гу Цзэ успешно вырастил формирование меча, пересекающего вселенную. Формирование меча, пересекающего вселенную. Это высшее формирование меча, которое предок клана Ван Гу обнаружил в мире Будды несколько сотен миллионов лет назад. Эта формация состоит из 999 острых мечей. Для успеха нужна мощная сила души, чтобы развивать эту технику, а также умелое владение мечами, иначе как они могли контролировать 999 мечей. Голоса и столбы возрастали и падали, когда все говорили со своими спутниками. Хотя многие считали, что Хуан Сиолун может выиграть этот матч, большинство полагалось на сторону Ван Гу Цзэ и твердо верило, что Ван Гу Цзэ получит первое место. В конце концов, сила Ван Гу Цзэ была общеизвестна среди этих экспертов. Не было секретом, что Ван Гу Цзэ прорвался к 6 уровню царства древнего бога, совершенствуясь в божественной печи Целин клана Ван Гу. Не стоит забывать, что божество нефритовой души Ван Гу Цзэ было высшим императорским божеством с рангом 168. Несмотря на то, что Хуан Сиолун обладает телосложением истинного дракона, а его божество пяти элементов также было божеством высокого императорского ранга, оно занимает только 458 номер. Один был 168, а другой 458, и эта разница была слишком велика. Пока толпа говорила, Ван Гу Дон Чи не другие отступили со сцены битвы, оставив только Хуан Сиолуна и Ван Гу Цзэ. Глядя на фигуру Хуан Сиолуна на сцене битвы, Кровавый Нож неожиданно повернулся к предку Черного Льда и сказал. Старуха Черный Лед, ты сказала, что если Хуан Сиолун займет первое место, ты попросишь лидера секты увеличить награду Сиолуна. Ты не забыла об этом, верно? Предок Черного Льда нахмурилась, поскольку она сказала это до того, как Хуан Сиолун сразился с Юусиним, но теперь она понимала, что Хуан Сиолун был сильнее, чем она ожидала. Будьте уверены, что если Хуан Сиолун действительно займет первое место, я не откажусь от своих слов, усмехнулась предок Черного Льда и продолжила. Однако я не думаю, что Хуан Сиолун может победить Ван Гу Цзэ. Мое предыдущее предложение остается в силе, я дам вам четыре сокровища из моей сокровищницы, если Хуан Сиолун получит первое место, но если Хуан Сиолун проиграет, вы вернете мне глубокий ледяной доспех, и я хочу ваш запас духовной крови. Согласны? Кровавый нож колебался. Хотя Хуан Сиолун проявил неожиданную силу, он все еще был в середине четвертого уровня. Как и большинство людей, Кровавый нож сомневался, может ли Хуан Сиолун победить Ван Гу Цзэ. Как раз в это время на сцене Хуан Сиолун сказал Ван Гу Цзэ. Я помню, что в королевском городе десяти тысяч слонов ты сказал, что, если я смогу выдержать от тебя пять ударов, ты отдашь мне все духовные жидкости хаоса, которые ты выкупил в торговом зале Бесконечные Круги. Ван Гу Цзэ бессмысленно посмеялся над словами Хуан Сиолуна и смотрел на Хуан Сиолуна так, словно он смотрел на идиота. Хуан Сиолун, я тогда просто шутил, ты такой идиот, что воспринимаешь это по-настоящему. Я не ожидал, что ты такой идиот. Хотя он все еще был уверен, что победит Хуан Сиолуна. Учитывая силу, которую Хуан Сиолун продемонстрировал к этому моменту, Ван Гу Цзэ знал, что Хуан Сиолун может выдержать пять его ударов. Поэтому Ван Гу Цзэ определенно не допустит того, что он сказал в королевском городе десяти тысяч слонов. Видя, что Ван Гу Цзэ отказался от своего обещания, в глазах Хуан Сиолуна вспыхнул резкий блеск. Глава 1249 Такой свирепый, Ван Гу Цзэ беззаботно рассмеялся, увидев свирепость Хуан Сиолуна. Его насмешливый тон изменился, когда он сказал, опять же, если ты сможешь победить меня, я отдам тебе эти духовные жидкости хаоса. Хотя он больше не был уверен в том, что победит Хуан Сиолуна пяти ударами, у него все еще была уверенность в своей победе. Холодные огни мерцали в глазах Хуан Сиолуна, но он ничего не сказал, так как догадался, что сейчас последует какое-то но. Как и ожидалось, Ван Гу Цзэ продолжил. Но если ты проиграешь, я хочу 300 золотых бусин. Он посмотрел на Хуан Сиолуна с горящим взглядом при мысли о 300 золотых бусах. 300 золотых бусин. Зрители посмотрели на Хуан Сиолуна с выпученными глазами, и из разных углов раздавались вздохи. У Хуан Сиолуна действительно есть 300 золотых бусин. Когда Хуан Сиолун услышал, как Ван Гу Цзэ требовал 300 золотых бус, на мгновение между его бровей появился слабый хмурый взгляд, а затем исчез так же быстро. Это выглядело так, будто бы кто-то прознал о 30 золотых бусах, которые он подарил Ло Юн Цзэ, и о 5 золотых бусинках У Цзэ. Хуан Сиолун доверял Ло Юн Цзэ, таким образом он полагал, что новость не просочилась бы из его уст, и, похоже, это не У Цзэ. Скорее всего, это были Чжоу Сюй, Тан Лин и другие ученики, которые, возможно, что-то слышали или видели, и сознательно передали новости Ван Гу Цзэ. К счастью, он дал Ло Юн Цзэ только 30 золотых бус, поэтому, по оценкам Ван Гу Цзэ, в его руках было максимум 300 золотых бус. Договорились. Хуан Сиолун сказал в знак согласия. Так как Ван Гу Цзэ знал, что у него есть золотые бусы, скрывать это было не нужно. В глазах Ван Гу Цзэ блеснула жадность, когда Хуан Сиолун признал, что у него есть 300 золотых бус. Однако, как я могу быть уверен, что ты больше не откажешься от своих слов? Тон Хуан Сиолуна изменился, когда он вынул пространственное кольцо и добавил. Внутри здесь 300 золотых бус, где твои духовные жидкости Хаоса. Золотые лучи мерцающих огней сияли от пространственного кольца, достигая четырех сторон сцены битвы, когда Хуан Сиолун снял ограничения на пространственное кольцо. Жгучий взгляд Ван Гу Цзэ усилился, и он сразу же вынул несколько бутылок духовной жидкости Хаоса. Подобно Хуан Сиолуну, он также снял ограничения с бутылок, и сразу же из бутылок вспыхнуло сияние. После того, как обе стороны подтвердили свои ставки, они передали их Ван Ши на хранение. Ван Гу Цзэ посмотрел на Хуан Сиолуна, и на его лице появилась зловещая улыбка. Хуан Сиолун, ты думаешь, что сможешь победить меня только потому, что твоя холодная сила божества может подавить мое пламя Целинь? Я знаю, что твое физическое тело истинного дракона очень сильное, но сегодня я собираюсь проверить для себя, действительно ли оно настолько сильное, как утверждают слухи. Волны темно-зеленого пламени появились из тела Ван Гу Цзэ, и когда он закончил говорить, в следующий момент толпа увидела нечто, похожее на нефрит, но также на сталь, появившиеся на поверхности тела Ван Гу Цзэ и покрывающие его, словно чешуйчатый доспех. Из его тела вырвался бурный импульс, который распространился по всей сцене и за ее пределами. Это, что это? Уникальное телосложение? Нет, это больше похоже на древнее телосложение, божественное искусство. Может быть, это божественное искусство древнего хрустального тела зверя? Эксперты в толпе были потрясены, наблюдая за изменениями в теле Ван Гу Цзэ, и каждый из них предполагал какую-то возможность. Пока толпа обсуждала под сценой, Ван Гу Цзэ без каких-либо ограничений подтолкнул свой импульс к пику, и в воздухе непрерывно раздавались взрывы из-за давления, исходящего от его тела. Пик раннего шестого уровня царства древнего бога. Какое ужасное давление, намного сильнее, чем у среднего седьмого уровня царства древнего бога. Когда Ван Гу Цзэ показал свою полную силу, в его глазах плясали искры белого пламени цилин. Хуан Сиалун также был удивлен изменениями, произошедшими с Ван Гу Цзэ. Ван Гу Цзэ действительно удалось развить древнее божественное искусство закаливания телосложения, хрустальное тело зверя. В древние времена был период, когда закалка тела божественными искусствами приобрела волну популярности, в результате чего были созданы десятки тысяч божественных искусств закаливающих тела. Хрустальное тело зверя было одним из самых могущественных божественных искусств, вошедших в первую сотню. У него была пугающая сила и, в довершение всего, оно заняло 13 место. 13-е рейтинг, который заставил сердце других сжаться от удивления. В это время импульс Хуан Сиалуна также взлетел, издав реверберирующий рев. Из его тела вырвалась свирепая аура, напоминающая гигантского зверя из глубины ада. Все были поражены, наблюдая за изменениями, происходящими с телом Хуан Сиалуна. Слои темных золотых чешуек покрыли все его тело в мгновение ока. Затем из костяшек Хуан Сиалуна, коленями локтей и коленей, блестели острые остроконечные шипы, сверкающие в холодном свете. Его глаза стали темно-красными, они стали почти чернильно-черными, настолько, что в них не было видно ни единого следа эмоций. Это это также древнее божественное искусство, закаливающее тело. Говорят, что тело истинного дракона Хуан Сиалуна может трансформироваться и развиваться, может быть, это внешний вид его тела истинного дракона после трансформации. Толпа думала и размышляла, увидев пугающую внешность Хуан Сиалуна. На смотровой площадке врат удачи кровавый нож размышлял, глядя на фигуру Хуан Сиалуна и говоря, это сила родословной. Золотой челок кивнул с улыбкой и сказал, мне действительно любопытно, сколько секретов у этого ребенка. Сила родословной была редкостью сама по себе, и люди, которые могли на самом деле активировали свою силу родословной, были не просто редки, но скудны. Поэтому глаза Ван Гудзы сузились, когда он наблюдал за изменениями в теле Хуан Сиалуна. Мгновение спустя Хуан Сиалуна атаковал, прикладывая все силы, покачивал кулаком в сторону Ван Гудзы. Ван Гудзы с презрением фыркнул и вместо того, чтобы уклониться от атаки Хуан Сиалуна, бросился к нему, чтобы начать контратаку. Грохот потряс всю сцену. Две фигуры отступили в одно и то же время после столкновения. Ван Гудзы почувствовал, как его руки онемели от удара. Неверие наполнило его глаза, когда он посмотрел на Хуан Сиалуна, в этом обмене они были равны, как это возможно. В течение многих лет его тело было закалено многочисленными духовными жидкостями хаоса. Кроме того, он также успешно культивировал древнее божественное искусство хрустального тела зверя. Не говоря уже о том, что он прорвался к вершине раннего мастера царства древнего бога, но, несмотря на все эти достижения, он не смог подавить Хуан Сиалуна. Несмотря на то, что истинный дракон Хуан Сиалуна занимал четвертое место в списке уникальных тел, он в настоящее время был всего лишь культиватором царства древнего бога в середине четвертого уровня, что означало, что между ними существовала большая разница в целых два уровня. Ван Гудзы попытался успокоиться. Он взревел от гнева, и его фигура исчезла в пятне. На этот раз он был тем, кто напал первым. Хуан Сиалун бросился к Ван Гудзы, и они снова столкнулись. Громовые грохоты неоднократно сотрясали сцену битвы, как будто они никогда не кончатся. В мгновение ока они обменялись более чем дюжиной ходов. Их скорость достигла определенного порога, когда пики мастера царства древнего бога позднего шестого уровня едва могли следить за их движениями. Не только это, но даже некоторые мастера царства древнего бога седьмого уровня могли лишь уловить остаточные изображения. Под воздействием битвы Хуан Сиалуна и Ван Гудзы и сцена сражения дрожала, как засохший лист в грозу. Все ошеломленно смотрели на напряженную битву на сцене, когда волны шока поразили их сердца. Кровавый нож с кривой улыбкой на лице. Этот ребенок такой свирепый. Он не ожидал, что Хуан Сиалун будет сражаться с Ван Гудзы наравне. В сложившейся ситуации Ван Гудзы не получил никакого преимущества над Хуан Сиалуном. Выражение недоверия висело над золотым чело, предком небесного меча, предком мириад пламени и даже предком черного льда. Красивые глаза Лилу и Уцаньер были широко раскрыты от удивления. Толпа смотрела, затаив дыхание. На площади было тихо, за исключением звука ударов кулаками по плоти. Ван Гудзы был поражен силой Хуан Сиалуна, как и все остальные. В начале они были равны, но со временем Хуан Сиалун начал постепенно одерживать верх. Глава 1250 Ты думаешь, ты можешь победить меня? Аааа. Внезапно Ван Гудзы заревел в ярости, когда Хуан Сиалун отбрасывал его все дальше и дальше. В одно мгновение из его тела вылетела завораживающая гамма голубых мечей. Каждый из этих мечей голубого цвета был длиной в полметра идентичен по форме, а их ярко-зеленые нефритовые поверхности излучали холодный блеск. Всего было 999 мечей. 999 голубых мечей пронеслись по воздуху, образуя большой круг над Хуансиолуном. Формирование меча, пересекающего Вселенную. Воскликнул кто-то из толпы. Правильно, эта комбинация из 999 голубых мечей была самой мощной комбинацией меча клана Вангу, называемой формирование меча, пересекающего Вселенной. Эта великая формация меча, пересекающего Вселенную, быстро закружилась над головой Хуансиолуна. С каждым ходом мечи выбивали 999 огней меча. В то же самое время, формирование меча излучало свет буддизма. Хуансиолун заметил, что эти колебания свет буддизма не только увеличивают силу света от меча, но также подавляют силу атакованного человека. Хуансиолун ухмыльнулся. К сожалению, Вангутзе встретил меня. В одно мгновение в его руке появился тутовый меч. С косой чертой появились изображения деревянных мечей. Они парировали огни голубого меча, а после они перешли в атаку и полетели к голубым мечам. Количество изображений деревянных мечей соответствовало точному количеству 999 голубых мечей Вангутзе. Огни меча разлетелись повсюду, когда столкнулись две противоположные стороны. Толпа почувствовала острую боль в глазах, наблюдая за рикошетирующими огнями мечей. Несмотря на защитный барьер на сцене битвы, казалось, сила света меча Хуансиолуна и Вангутзе может проникнуть сквозь барьер и лишить их жизни в любой момент. Мощность огней Хуансиолуна и Вангутзе превысила ограничение пространства защитного барьера. Двое на сцене обменялись несколькими сотнями движений в мгновение ока. Первоначально это был Вангутзе, кто нападал первым, в то время как Хуансиолун защищался, но позже Хуансиолуна держал верх и атаковал, в то время как Вангутзе перешел к обороне. От атаки к обороне их роли менялись взад-вперед несколько раз, их движение и скорость были быстрее, чем раньше, сродни двум острым огням мечей, пересекающимся на сцене битвы. Все пространство сцены битвы было заполнено тревожными огнями мечей до такой степени, что ни одно место не казалось безопасным. В конце концов, фигуры Хуансиолуна и Вангутзе, по-видимому, исчезли из поля зрения толпы. На сцене сражения было бесчисленное множество огней мечей, которые цвели, как цветы, а затем гремели, как раскаты грома, и закручивались, как ураган, или дули, как легкий ветерок по земле. Все были поражены сценами на сцене битвы до такой степени, что забыли дышать, как будто они были частью огней меча на сцене битвы. Погрузившись в мир мечей на глазах предок небесного меча не мог не вздохнуть. Гений несравненного меча. Никто не знал, говорил ли он о Хуансиолуне или Вангутзе. Как будто под влиянием битвы на мечах Хуансиолуна и Вангутзе, со временем внезапно огни меча окутали тело предка небесного меча, словно водянистый туман, чрезвычайно иллюзорный. Предок Мириад пламен и другие, кто заметил это, были потрясены этим зрелищем. Бой Хуансиолуна и Вангутзе на самом деле мог просветить предка небесного меча. Мечицы затопили сцену битвы, пока бой продолжался. Мастера высокого уровня царства бога предка могли видеть, что огни мечей, заполняющие область битвы, начали меняться. Неужели сила формирования меча Вангутзе начала ослабевать? Помимо этого тутовый меч Хуансиолуна становился все сильнее. Высокопоставленные мастера царства древнего бога вскоре заметили это в ходе битвы и были крайне потрясены. Вангутзе даже использовал свое формирование меча, пересекающего вселенную, но Хуансиолун все еще подавлял его. Внезапно голубые огни меча взорвались, и воздух отразился голкими взрывами. В это время пламя целин на теле Вангутзе вылетело, чтобы напасть на Хуансиолуна. Хуансиолун усмехнулся, увидев это. Теперь, когда формирование меча Вангутзе не удалось, он, наконец, прибег к своему пламени целин. Похоже, что Вангутзе дошел до крайности, в противном случае он не будет использовать свое пламя целин. Верховное божество архидьявола Хуансиолуна развернулось, преобразовав божественную силу элемента тьмы в холодную энергию, и он встретил огненную атаку Вангутзе в лоб. Все мечицы на сцене битвы исчезли в тот момент и были охвачены пламенем, которое взмыло в небо, тогда как другая половина сцены была покрыта льдом. Вангутзе, пик царства древнего бога позднего шестого уровня, а также гениальный ученик клана Вангу с выдающимся талантом и силой, были как раз подходящим кандидатом для оценки силы Хуансиолуна. Поэтому Хуансиолун не спешил победить Вангутзе. Хуансиолун лучше понял потенциал своего тела истинного дракона после битвы на уровне физических тел. Последующая битва на мечах между ними значительно углубила понимание Хуансиолуна в отношении его собственного навыка владения мечом. Примерно через час толпа тупо уставилась на растрепанный вид Вангутзе и его искаженное лицо с кровавыми пятнами на край урта. Почему-то этот вид наполнил их сердца смешанными и сложными чувствами. В этот момент даже слепой мог видеть, что Вангутзе должен был проиграть. Вангутзе на самом деле собирался проиграть. Никто из них никогда не предполагал, что пик раннего шестого уровня царства древнего бога Вангутзе, успешно вырастивший хрустальное тело зверя, проиграл бы. Более того, он проиграл бы Хуансиолуну. Хуансиолун Вангутзе поднялся на ноги. Его кроваво-красные глаза были полны ненависти и ярости, когда его смертельный взгляд был устремлен на Хуансиолуна. Его рот изогнулся в искривленной улыбке, и он сказал, ты действительно думаешь, что сможешь победить меня. В этот момент плоть под кожей Вангутзе потянулась, словно что-то хотело вырваться из его тела. Казалось, что он собирался использовать другое древнее божественное искусство. В течение последнего часа Вангутзе постоянно демонстрировал более десятка древних божественных искусств. Даже Хуансиолун не мог не восхищаться его способностью успешно совершенствовать их все. Это было потому, что каждое божественное искусство, которое использовал Вангутзе, имело отличную репутацию. Когда тело Вангутзе стало слегка дрожать, Хуансиолун исчез в мгновение ока. Когда он появился снова, он достиг того места, где стоял Вангутзе. Обращая божественную силу от своих трех верховных божеств, он ударил кулаками. На сцене раздался душераздирающий крик, когда грудь Вангутзе взорвалась. Плот и кровь брызнули в воздух и на сцену. Вангутзе был беспомощен, несмотря на свое хрустальное тело зверя. Гротескное зрелище оставило толпу в изумленном молчании. Скажи ему, чтобы он признал свое поражение, приказал патриарх клана Вангу Ваньгужуй с угрюмым лицом. Если ситуация на сцене битвы продолжится, Хуансиолун нанесет Вангутзе непоправимый урон. Согласно правилам соревнования четырех материков, только участник имел право признать свое поражение, и никто не мог сделать это от его имени. В это время Хуансиолун нанес еще один удар. На этот раз его удар был объединен с силой божественного огня лазурного дракона. Толпа увидела поток огня, превращенный в лазурного дракона, пробивающего дыру в теле Вангутзе. Лазурный дракон обвивал тело Вангутзе, сжигая плоть Вангутзе. Его крики пронзили площадь, и все же на лице Хуансиолуна не было следа милосердия, когда он сказал «Я возвращаю это тебе от имени моего брата Ло Юнгзе». Затем его кулак пробил еще одну дыру в теле Вангутзе, разбив сердце Вангутзе до полусмерти. «Это мой подарок тебе». Глава 1251 Последствия Хуансиолун поднял кулак в третий раз, поскольку он планировал разбить внутренние органы Вангутзе, но патриарх клана Вангу Вангутзе внезапно сказал «Брат, ты должен остановиться, ты заходишь слишком далеко, ты осознаешь последствия этого». Толпа была удивлена вмешательством Вангутзе, и их внимание быстро переключилось на Хуансиолуна. Когда все подумали, что Хуансиолун больше не осмелится атаковать Вангутзе, Хуансиолун без колебаний ударил кулаком. Крики Вангутзе снова отразились в воздухе. «Простите, я действительно не знаю, каковы эти ваши последствия», — равнодушно ответил Хуансиолун со сцены. Все в толпе были ошеломлены, уставившись на Хуансиолуна. Им никогда не приходило в голову, что Хуансиолун мог проигнорировать слова Ваньгу Жуя. Хуансиолун не только ударил Вангутзе, но и огрызнулся в ответ. «Разве это не слишком безрассудно?» Считает ли Хуансиолун, что может игнорировать Ваньгу Жуя, потому что его поддерживают врата удачи, и что золотое чело и кровавый нож — его мастера. Холодные отблески мелькнули на глазах Ваньгу Жуи, и ужасное давление вырвалось из его тела. В одно мгновение толпа на площади почувствовала, как будто это конец света. Все они чувствовали ужасное желание убивать от Ваньгу Жуя. Именно в это время золотое чело холодно зарычал. Из его тела вырвались сияющие золотые огни, словно одновременно взорвались тысячи золотых сфер. Импульс Ваньгу Жуя разбился, как слоэльда. Когда импульс Ваньгу Жуя был разрушен, толпа почувствовала, что пережила катастрофу и могла снова вздохнуть. «Ваньгу Жуи, ты планируешь вмешаться в соревнования?» Холодно сказал золотое чело. «Как ты смеешь угрожать моему ученику прямо передо мной?» «Моему ученику не нужно, чтобы ты учил его». В глазах Ваньгу Жуи вспыхнул свет, но выражение его лица оставалось спокойным, несмотря на удивление в его сердце. До того как золотое чело отреагировал, Ваньгу Жуи думал, что сможет разобраться с Хуан Сиалуном. Но все изменилось, когда он понял, что золотое чело был сильнее, чем он предполагал. «Неужели золотое чело прорывался через легендарное царство?» Ваньгу Жуи просто фыркнул в ответ. Золотое чело тепло улыбнулся Хуан Сиалуну. «Воистину, мой ученик, не волнуйся, на сцене битвы ты можешь делать все, что захочешь, и посмотрим, кто осмелится сделать тебе что-нибудь». Его слова ясно указывали на определенного человека. Кровавый нож громко рассмеялся. Правильно, долби его куда хочешь, главное, чтобы он не умер. Тем не менее, для двух предков было неожиданным, что Хуан Сиалун может победить Ван Гуцзы. Оба были счастливы внутри, думая, что Хуан Сиалун уже почти занял первое место в битве новых учеников четырех материков. Никто из них не принимал близко к сердцу последствия того, что Хуан Сиалун наносил вред Ван Гуцзы. Услышав властные слова золотого чела и кровавого ножа, теплое чувство наполнило сердце Хуан Сиалуна. Но в то же время на его лице появилась кривая улыбка. Кровавый нож был вульгарен. Очень вульгарен. По правде говоря, Хуан Сиалун не был заинтересован в том, чтобы долбить Ван Гуцзы. Некоторое время спустя Хуан Сиалун вырубил едва дышащего Ван Гуцзы. Толпа едва могла узнать Ван Гуцзы в таком избитом состоянии. Хуан Сиалун никогда не прощал своих врагов. Если бы его сила была ниже, чем у Ван Гуцзы, проиграл бы Хуан Сиалун. И Хуан Сиалун прекрасно знал, что если бы это было так, Ван Гуцзы был бы более жесток с ним. Правила конкурса строго запрещали участникам убивать друг друга, и это была единственная причина, по которой он пощадил жизнь Ван Гуцзы. Хуан Сиалун не слишком задумывался о Ван Гуцзы и о месте клана Ван Гу за это. В Нижнем Царстве у него было очень много врагов, будь то Храм Божеств или Институт Лазурного Дракона, или даже Сын Дьявола из древнего клана Дьявола. Но самое главное, разве он не пережил их всех и пришел к этому моменту, полагаясь на свои собственные силы? Великие старейшины клана Ван Гу уже ждали, чтобы поймать Ван Гуцзы со сцены. Вань Гу Жу и несколько других быстро помогли Ван Гуцзы залечить его раны. Желание убивать в сердце Вань Гу Жу и вспыхнуло, когда он увидел, насколько серьезными были травмы Ван Гуцзы, когда он пытался исцелить Ван Гуцзы. Почти не было шансов, что Ван Гуцзы вернется к прежнему уровню, даже после того, как он был полностью исцелен. Ван Ши посмотрел и объявил результаты с очень сложными чувствами, пока Вань Гу Жу и другие эксперты клана Ван Гу прикладывали все усилия, чтобы исцелить Ван Гуцзы. Когда он объявил о победе Хуан Сиалуна, вся площадь была в шоке. Затем Хуан Сиалун забрал золотые бусы и духовные жидкости Хаоса у Ван Ши. Глядя на нефритовые флаконы с духовными жидкостями Хаоса, он не мог удержаться от улыбки. Теперь ему не хватало только духовной жидкости Хаоса металлической эссенции для ремонта башни для смешивания таблеток. Он получит их по окончании битвы новых учеников. Хуан Сиалун вернулся на смотровую площадку врат удачи, не глядя на Ван Гуцзы. Золотое чело, кровавый нож, мириады пламени и остальные были естественно щедры в своих похвалах Хуан Сиалуну, за исключением предка Черного Льда, которая выглядела очень угрюмо. Только она знала, о чем думала. Джоусю и Тан Линобо не смели смотреть на Хуан Сиалуна, когда он стоял рядом с ними. По правде говоря, их тела задрожали на секунду, когда Хуан Сиалун встал рядом с ними, как будто Хуан Сиалун был свирепым гигантским зверем. Лилу сверкнула Хуан Сиалуну яркой улыбкой. Уценьер наклонилась ближе к Лилу и прошептала что-то ей на ухо, заставив ее покраснить. «О чем ты говоришь?» Хуан Сиалун спросил с любопытством. Краснота на щеках Лилу усилилась от вопроса Хуан Сиалуна. Вместо этого у Уценьер на лице была злобная улыбка, когда она ответила. Это секрет. Конкурс продолжился. Последний матч был Хуан Сиалун против Ван Гудон Чиня. Тем не менее, Ван Гудон Чинь уже бросил полотенце еще до того, как он поднялся на сцену, но никто не удивился его действием. На этом битва новых учеников четырех материков подошла к концу. Хуан Сиалун занял первое место. Когда Хуан Сиалун вышел, чтобы получить свои награды, эксперты различных сил наблюдали за ним с завистью, в то время как некоторые громко приветствовали его. Город Золотого Колеса. Гоган в усадьбе городского Кастеллан морского племени уставился на подчиненного, который только что сообщил ему о битве с недоверчивым выражением лица. Ты только что сказал, что Ван Гудзе проиграл Хуан Сиалуну? Кроме того, он был искалечен Хуан Сиалуном. Гоган задал несколько вопросов подряд. Перед началом соревнований Гоган встретился с Ван Гудзе ради сотрудничества. Он сказал Ван Гудзе покалечить Хуан Сиалуна на сцене битвы, а взамен он пообещал предоставить клану Ван Гу достаточно золотых бусин. Он ждал хороших новостей от Ван Гудзе, но кто бы мог подумать, что результатом будет это. Да, молодой мастер подчиненный честно сообщил. Говорят, что Ван Гудзе даже использовал формирование меча и свое древнее хрустальное тело зверя, но он не мог сравниться с Хуан Сиалуном. Гоган был настолько взбешен, что разбил чашку о пол. Этот сраный гений номер один из клана Ван Гу, просто пустая трата времени, он даже не смог разобраться с Хуан Сиалуном. Подчиненный дрожал в страхе. Хуан Сиалун, на этот раз ему крупно повезло. Я подожду и посмотрю, повезет ли ему в следующий раз, усмехнулся Гоган. Молодой мастер, Кастеллан предупредил вас не выходить на улицу в течение этих нескольких дней, так как Великая Церемония Бога Моря имеет первостепенное значение. Подчиненный осторожно напомнил Гогану. Гоган нетерпеливо отмахнулся от своего подчиненного. Я знаю, я знаю, проваливай. Подчиненный быстро ушел в волнении. Великая Церемония Бога Моря. Гоган был раздражен, думая о Великой Церемонии Бога Моря. К этому времени Хуан Сиалун покинул горную вершину вслед за Золотым Челом и другими предками после того, как получил свои награды. Группа Врат Удачи вернулась в свою резиденцию в городе Золотого Колеса. Эксперты из различных сект постепенно разошлись с площади, когда вершина горы 10 тысяч слонов снова вернулась к своему спокойствию. Никто не заметил, как резные фигурки слонов на четырех сторонах сцены битвы мерцали красновато-золотым сиянием, как будто они оживали. Глава 1252. Дорогой ученик красновато-золотистое сияние резных фигурок слонов излучало яркий свет, который достигал всех четырех углов площади. В то же время раздавались слабые звуки волнистых криков, как будто они исходили от дьяволов в аду или моря призраков. Над сценой сражения вспыхнулись сюрреалистические образы ада, дьяволы, асуры и призраки. Но эти изображения исчезли через несколько мгновений, как и слабые крики, и красновато-золотые огни, сияющие от резных фигур божественного слона. Окрестности площади снова вернулись к своему спокойствию, как будто ничего не произошло. Тем временем группа Хуан Сиалуна достигла города Золотого Колеса. Когда группа вернулась в резиденцию Золотого Колеса, Хуан Сиалун был вызван золотым челом и кровавым ножом. Когда он добрался до их дворов, он заметил, что предок Небесного Меча, предок Мериад Пламен и даже предок Черного Льда также присутствовали вместе с его двумя мастерами. Дорогой ученик, ты занял первое место в битве новых учеников в этом учебном году. Скажи своему мастеру, какую награду ты желаешь. Учитель пообещает все, что в моих силах. Резко сказал Кровавый Нож. Очевидно, Кровавый Нож был в радостном настроении, так как называл Хуан Сиалуна своим дорогим учеником. Хуан Сиалун мог только улыбаться, потому что он потерял дар речи. Золотое чело также присоединилось к веселью. Даже если ты хочешь всех красавиц мира в Янтьян, твой мастер Кровавый Нож захватит их для тебя. Кровавый Нож был ошеломлен на секунду, затем громко рассмеялся и согласился. Это верно, это правильно. Предок Небесного Меча и предок Мериад Пламен тоже смеялись над шуткой Золотого Чела. Как обычно, предок Черного Льда нацепило ее невозмутимое угрюмое выражение лица. Холодный пот стекал по лбу Хуан Сиалуна. К счастью, Лилу и Ячи там не было. Ваш ученик хотел бы войти в библиотеку Божественного Царства Удачи. Хуан Сиалун сделал свою просьбу, подумав. Если Кровавый Нож и Золотой Чело расщедрились, будет пустой тратой не попросить у них ничего. У Врат Удачи была другая библиотека, но хранящиеся в ней руководства по технике были более распространенными. Принимая во внимание, что те, что хранились в библиотеке Божественного Царства Удачи, были более глубокими и состояли из техник, культивируемых поколениями предков Врат Удачи и Вождей Врат. Более того, он также представлял собой чрезвычайно ценные записи о совершенствовании, написанные поколениями предков Врат Удачи. Однако библиотека Божественного Царства Удачи была доступна только предкам Врат Удачи и Вратам Врат, или гениальным ученикам, которые внесли большой вклад во Врата Удачи. В настоящее время среди тех, кто мог войти в библиотеку Божественного Царства Удачи, были начальник Врат Чжу и семь предков, а также Ван Вэй. Даже Чжуфыну или Лу не разрешили войти. Золотой Чело и остальные были удивлены просьбой Хуан Сиолуна и обменялись молчаливыми взглядами. «Мы поговорим об этом с начальником Врат, когда вернемся во Врата Удачи, и сообщим тебе о решении после этого», — серьезно ответил Золотой Чело. Хотя Хуан Сиолун принес славу Вратам Удачи, заняв первое место в битве новых учеников, эта заслуга все еще не дала ему возможности войти в библиотеку Божественного Царства Удачи. «Кроме того, ученик хочет принести свое животное в Божественное Царство Удачи», — добавил Хуан Сиолун. «Даже при том, что Чжуусю и другие гениальные ученики могли оставаться в Божественном Царстве Удачи, чтобы совершенствоваться, правила Врат Удачи запрещают ученикам приносить туда своих животных. «Это маленькая лазурная корова?» — с удивлением спросил Кровавый Нож. Он знал, что у Хуан Сиолуна была лазурная корова. «Это маленькое дело, нам просто нужно упомянуть об этом начальнику ворот». Золотой Чело на секунду задумался и сказал Хуан Сиолуну. «Была причина, по которой Хуан Сиолун хотела привести маленькую корову в Божественное Царство Удачи. Возможно, она знала о происхождении с тела дьявола. Впоследствии Золотой Чело, Кровавый Нож и другие рассказывали о битве Хуан Сиолуна и Ван Гудзе в тот день. В то время как несколько предков были полны похвал Хуан Сиолуну, они также сомневались в силе Хуан Сиолун. Когда Золотой Чело задал Хуан Сиолуну вопрос, который был у всех на уме, он некоторое время размышлял, а затем ответил. Несколько лет назад ученик случайно нашел источник ауры Великого Тумана на поле битвы с экстерриториальным дьяволом. Что? Аура Великого Тумана, Золотой Чело и другие предки, все вскочили со своих мест в волнении и удивлении. Даже предок Черного Льда не могла больше сохранять холодное невозмутимое лицо, она тоже в шоке спрыгнула со своего места. Несколько пар глаз, полных недоверия, смотрели на Хуан Сиолуна. Да, после многих лет очищения ауры Великого Тумана, этот ученик сумел полностью усовершенствовать и интегрировать ее со своей собственной божественной силой прямо перед днем соревнований. Хуан Сиолун кивнул, объясняя, реакция Золотого Чела и других были именно такими, как он ожидал. Он полагал, что любой, кто знает об ауре Великого Тумана, отреагирует аналогичным образом, услышав, что он сказал. По правде говоря, Хуан Сиолун предвидел, что его предки будут задавать ему вопросы после соревнования, поэтому он заранее приготовился использовать ауру Великого Тумана в качестве оправдания. С этим объяснением его будущие сказочные подвиги могли быть приписаны ауре Великого Тумана. Небесная удача, небесная удача. Кровавый нож первым восторженно рассмеялся, когда шел, чтобы обнять Хуан Сиолуна. Отлично, отлично, дорогой мой ученик, хороший ученик, дорогой хороший ученик. Слова кровавого ножа начали звучать бессвязно. Хуан Сиолун действительно нашел ауру Великого Тумана и полностью ее усовершенствовал, но что это значит? Какой потенциал это представляет? Никто из предков не знал, так как никто из них никогда не очищал ауру Великого Тумана. Но кровавый нож был уверен, что будущие достижения Хуан Сиолуна будут невообразимыми. Золотой челой другие тоже были в восторге. Видя возбуждение кровавого ножа, золотого чела и других, на лице Хуан Сиолуна была кривая улыбка. К счастью, он сказал, что нашел ауру Великого Тумана вместо пурпурной ауры Великого Тумана. Если бы он сказал, что он поглотил пурпурную ауру Великого Тумана, эти предки, вероятно, танцевали бы вокруг него из возбуждения. Тем не менее, Хуан Сиолун также хорошо знал, что возбуждение предка Черного Льда было вызвано исключительно аурой Великого Тумана и не имело ничего общего с ним лично. Несколько часов спустя Хуан Сиолун, наконец, покинул двор своего мастера под их неохотным взглядом. Группа Врат Удачи пробыла в городе Золотого Колеса еще пять дней, прежде чем отправиться обратно к Вратам Удачи. В течение этих пяти дней Хуан Сиолун ежедневно ходил к своим двум учителям только по той причине, что они каждый день хотели видеть своего дорогого ученика. Хуан Сиолун не знал, должен ли он смеяться или плакать по этому поводу, поскольку он не был легендарной красавицей, что можно было увидеть в нем каждый день. Хуан Сиолун воспользовался этой возможностью, чтобы задать Золотому Челу и Кровавому Ножу много вопросов о совершенствовании, и за эти пять дней узнал много нового. Когда группа Врат Удачи покинула город Золотого Колеса, Ло Юньцзи в основном исцелился, по крайней мере, ожоги на его лице зажили, и он мог летать. Однако, его внутренние травмы нуждались в большем количестве времени. Несколько дней спустя группа вернулась в королевский город 10 тысяч слонов, и они провели там ночь. Оттуда они прошли несколько трансмиссионных массивов, пока наконец не вернулись в город Удачи. Начальник Врат Удачи Чжуи привел великих старейшин Врат Удачи, старейшин и более 20 тысяч учеников, чтобы они поприветствовали их. Среди этих десятков тысяч учеников Врат Удачи была особая ученица, которая взволнованно вытягивала ей шею. На ее лице было также неуверенность и недоверие, когда она увидела Хуан Сиолуна, который шел за Золотым Челом и Кровавым Ножом. Эта ученица была никем иным, как Чен Сусу, которую Хуан Сиолун однажды спас из племени души. Глава 1253 Драгоценный маленький Лун Лун в последние три года Чен Сусу находилась за пределами Врат Удачи и только что вернулась во Врата Удачи в тот же день, когда вернулась группа Сиолуна. Поэтому она не знала о результатах Великой войны на всех островах и о битве новых учеников. Несмотря на то, что прошло более десяти лет, Чен Сусу сразу узнал Хуан Сиолуна. Тем не менее, для Чен Сусу было большим сюрпризом, что Хуан Сиолун следовал за предками Врат Удачи. Что происходит? Чен Сусу потянула стоящую рядом с ней ученицу и срочно спросила. Младшая сестра Дживы, могу я спросить, кто этот черноволосый молодой человек? Тот, кто стоит за Золотым Челом и Кровавым Ножом. Чен Сусу никогда не думала, что Дживы и Коса посмотрит на нее, как будто она идиотка. Вы на самом деле не знаете, кто он такой. Блестящие звезды сияли в ее глазах, когда она снова посмотрела на Хуан Сиолуна. Это Хуан Сиолун, моя драгоценный маленький Лун-Лун. Драгоценный маленький Лун-Лун. Чен Сусу посмотрела на веснушчатое лицо ученицы и ее совершенно не оформившееся тело, и внезапно ее охватила волна тошноты. Но она смогла стерпеть это и призвала. Я знаю, что его зовут Хуан Сиолун, но я спрашиваю о его личности, поконкретнее. Боясь, что ученица неправильно поймет, она быстро объяснила. Я тренировалась снаружи последние несколько лет, так что я не знаю о текущих событиях и других вещах. Ученица наконец поняла любопытство Чен Сусу. Она ответила. Неудивительно, что ты даже не знаешь моего дорогого маленького Лун-Луна. Тогда ты также не должна знать, что мой маленький Лун-Лун, чемпион Великой войны всех островов. Не так ли, дорогой маленький Лун-Лун? Но последняя часть слов Дживы звучала как раскат грома в голове Чен Сусу, что чемпион Великой войны. Первое место. Более 10 лет назад, когда Хуан Сиолун спас Чен Сусу из племени души, она была не очень уверена, что он сможет даже войти в десятку лучших. Но тот же самый Хуан Сиолун фактически занял первое место в Великой войне. Ученица продолжила. Позже наш маленький Лун-Лун был принят в качестве личного ученика золотым челом и кровавым ножом. Принят в качестве личного ученика золотым челом и кровавым ножом. Еще один раскат грома всколыхнул Чен Сусу. Неудивительно, что Хуан Сиолун мог следовать за золотым челом и кровавым ножом. Внезапно Чен Сусу подумала об очень важном вопросе и выпалила. Значит ли это, что он – гений с божеством императорского ранга? Конечно, это данность. Ученица гордо подтвердила. У моего маленького Лун-Луна божество высшего императорского ранга – божество пяти элементов. Ее выражения лица были гордыми и самодовольными, как будто Хуан Сиолун принадлежал ей. Кроме того, в этом новых сражении учеников четырех материков Лун-Лун не только одержал победу над гением темных эльфов Юусини, но и над чемпионом Великой Войны Вечного Материка Ван Гудзе, и занял первое место. Ученица добавила. Смотри, даже наш начальник ворот лично вышел, чтобы приветствовать их. Чен Сусу была ошарашена и стояла с разинутым ртом. Божество высшего императорского ранга – божество пяти стихий. Ученики-гении, чемпионы темных эльфов и Вечного Материка, потерпели поражение от Хуан Сиолуна. К настоящему времени ее разум превратился в фарш, и в ее взгляде смешались чувства, когда она странно смотрела на Хуан Сиолуна. Хуан Сиолун, который шел за золотым челом и кровавым ножом, был удивлен, увидев Чен Сусу в толпе. Затем он кивнул и улыбнулся Чен Сусу. Прошло три года с тех пор, как он стал учеником врат удачи, но это был первый раз, когда он встретил Чен Сусу. Ученица рядом с Чен Сусу закрыла ей рот рукой и резко закричала, увидев, что Хуан Сиолун улыбается и кивает в их сторону. Небеса, мой маленький Лун Лун посмотрел на меня только что, он посмотрел на меня, он посмотрел на меня и улыбнулся. Она была так взволнована, что ее тело дрожало. Другие ученицы вокруг Чен Сусу тоже закричали. Хуан Сиолун быстро испуганно отвел глаза, так как не ожидал такой реакции от нескольких других учениц. Губы Лилу сжались в улыбку. «Кажется, ты довольно популярен». Хуан Сиолун улыбнулся. «Я думаю, что ты более популярен, чем я, верно». Его взгляд упал на учеников, которые пристально смотрели на Лилу. Их глаза почти выпадали из глазниц. Лилу хотела оспорить это, но выражения тех учеников не позволили ей перечить. Предки, добро пожаловать обратно. Джуи приветствовал золотой челой других предков. Новость о том, что Хуан Сиолун занял первое место в битве новых учеников четырех материков, уже достигла их, и Джуи был чрезвычайно счастлив. Джуи также похвалил Хуан Сиолуна несколькими словами перед всеми, а затем, через мгновение, он всех привел в большой зал врат удачи. Праздник уже был подготовлен в большом зале. Главным героем праздничного банкета был ни Джуи, ни золотой чело. Это был, конечно, Хуан Сиолун. Джуфын и Ванвы сидели напротив Хуан Сиолуна за столом. Они оба наблюдали, как великие старейшины и старейшины с энтузиазмом поднимали свои чашки, чтобы выпить в честь Хуан Сиолуна. Но на первый взгляд лица Джуфына и Ванвы оказались спокойными, и никто не мог сказать, о чем они на самом деле думали. Во время праздничного банкета золотой чело и кровавый нож упомянули о просьбе Хуан Сиолуна войти в библиотеку Божественного Царства Удачи, а также о своем желании привести маленькую корову в Божественное Царство Удачи. Когда они упомянули эти вопросы, радостная атмосфера в большом зале внезапно замерла. В это время, наконец, изменились спокойные лица Джуфына и Ванвы. Скрытый взгляд Джуфына несколько раз падал на великого старейшину Личина. Чувствуя взгляд Джуфына, великий старейшин Личин ответил. Он встал со своего места и с уважением сказал Джуи. Вождь врат, согласно правилам наших врат удачи, только гениальные ученики с божеством императорского ранга и с большим вкладом во врата могут войти в библиотеку Божественного Царства Удачи. Хотя Хуан Сиолун занял первое место в битве новых учеников четырех материков, с точки зрения вклада, его вклад намного меньше по сравнению с нашим молодым лордом. Основополагающее значение его слов было ясным для всех. Даже их молодой лорд Джуфын не имел разрешения войти в библиотеку Божественного Царства Удачи, тогда как Хуан Сиолун гораздо менее квалифицирован. Несколько других великих старейшин также встали, выражая свое согласие с мнением великого старейшины Личина. Эти великие старейшины были частью фракции Джуфына. Джуфын слегка нахмурился, затем повернулся к золотому челу и кровавому ножу и спросил в ответ. Золотой челу, кровавый нож, вы видите это? Золотой челу небрежно заявил. Поскольку есть возражения, мы обсудим это снова в будущем. Как насчет того, чтобы Хуан Сиолун взял свое животное в Божественное Царство Удачи? Джуфын был тайно рад, что золотой челу не настаивал на допущении Хуан Сиолуна в библиотеку Божественного Царства Удачи, поэтому он с радостью согласился с последним вопросом. Это, естественно, не проблема. Банкет длился три часа, пока все не разошлись. Хуан Сиолун, Лилу и другие последовали за пятью предками обратно в Божественное Царство Удачи. Вернувшись в свой собственный дворец космоса, Хуан Сиолун не совершенствовался в своей тайной комнате, как обычно, но размышлял, как он собирается заполучить пятицветный небесный камень от старшего Сиатина Семьяся в мир чистого духа. Время шло, но он все еще не мог придумать план, поэтому Хуан Сиолун отбросил этот вопрос. Яркий свет вспыхнул, и в руки Хуан Сиолуна появились два темно-красных кристалла. Эти два кристалла были огненными кристаллами Феникса, которые он получил из Дворца Бессмертного Феникса на поле битвы с экстерриториальным дьяволом. Он еще не поглотил их, поэтому решил усвоить их, прежде чем отправиться в мир чистого духа, чтобы еще больше увеличить свою силу. Однако, чувствуя ужасающее количество энергии в этих огненных кристаллах Феникса, он решил проявить осторожность. Поэтому он снова положил их в свое пространственное кольцо. Он нуждался в силе пурпурной молнии маленькой коровы, чтобы поддержать его, так было гораздо безопаснее. В начале следующего дня Хуан Сиолун покинул Божественное Царство Удачи и прибыл в свое поместье Мириад Богов в городе Удачи. По прибытии Хуан Сиолун увидел, что маленькая корова греется на солнце и ее зад торчит в воздухе. Глава 1254 Самый сильный человек в мире дьявола Хуан Сиолун потерял дар речи, увидев, как хвост маленькой коровы покачивается влево и вправо, пока она нежится под солнцем. Словно чувствуя его взгляд, маленькая корова повернула голову и увидела, что Хуан Сиолун смотрит на ее задницу. Она застенчиво отодвинула свой зад, говоря, «Сиолун, ты такой противный, почему ты смотришь на мой зад?» Хуан Сиолун чуть не вырвал все божественные гранулы, которые он съел за последние несколько дней. В чем дело? Даже если он действительно хотел что-то сделать, его не заинтересует корова в качестве партнера. Более того, это была очень древняя корова, которая жила миллионы лет. Но Хуан Сиолун не знал, как ответить маленькой корове. Он действительно смотрел на ее задницу только что. Сиолун в этот момент радостно крикнула Ячи, вылетая из главного зала, как бабочка, чтобы спасти Хуан Сиолуна. Хуан Сиолун вздохнул с облегчением и быстро повернулся к Ячи. Хуан Сиолун вернулся в главный зал вместе с Ячи и сел, рассказывая о недавних событиях. Хуан Сиолун сообщил Ячи, что через два дня старший старейшин или чершин официально примет ее в качестве своей ученицы. Глаза Ячи покраснили, когда она услышала это и сказала, «Сиолун, спасибо. Ты, мой учитель, почему ты благодаришь своего ученика?» Хуан Сиолун пошутил. «Кто твой учитель?» «Хайм Им Им Им». Ячи угрожающе посмотрела на него. «Тогда кто ты для меня?» Игриво спросил Хуан Сиолун. Оттенок розового цвета пробежал по щекам Ячи, и она подняла свой тонкий кулак, как будто собиралась ударить его. Хуан Сиолун улыбнулся, увернувшись от ее атаки. Один бежал, а другая гонялась за ним в главном зале. Ячи преследовала Хуан Сиолуна вначале, но в середине их роли поменялись местами, и теперь вместо этого Ячи бежала от Хуан Сиолуна. Лилу и Ячи имели разные темпераменты. Лилу была холодной и гордой, красавицей из чистого льда, а Ячи была элегантной со слоем очарования. Временами Хуан Сиолуну было легче с Ячи. В начале следующего дня Хуан Сиолун привел Ячи прямо во дворец совершенствования Личиошина на территории Врат Удачи. Когда они добрались до дворца совершенствования Личиошина, Личиошин только что закончил готовить таблетку. Он вышел, чтобы поприветствовать Хуан Сиолуна, после того как подчиненный уведомил его о прибытии Хуан Сиолуна. Не обращая внимания на все остальное, одной личности Хуан Сиолуна как личного ученика Золотого Чела и Кровавого Ножа было достаточно, чтобы Личиошин лично приветствовал Хуан Сиолуна. Не говоря уже о том, что невообразимые достижения Хуан Сиолуна основывались на его собственных талантах. Брат Хуан Личиошин с большой улыбкой позвал Хуан Сиолуна. Энтузиазм Личиошина превзошел ожидания Хуан Сиолуна, и он ответил добром. Старший брат ли? Должно быть, это жена брата Хуана? Личиошин бросил взгляд на Ячи и добавил похвальное слово. Вы двое действительно красивая пара. Ячи немного нервничала, но почтительно приветствовала. Приветствую, великий старейшина ли? Личиошин улыбнулся. Какой великий старейшина ли? Называй меня старшим братом ли, как Сиолун, но с завтрашнего дня, после церемонии ученичества, ты должна называть меня учителем. Затем он сказал с юмором Хуан Сиолуну. Разве это не значит, что я на поколение старше, чем Сиолун, и я могу воспользоваться своим старшим? Двое мужчин добродушно рассмеялись. Мгновение спустя Личиошин повел Хуан Сиолуна и Ячи в главный зал, и все сели. После нескольких небрежных слов их тема переместилась на церемонию ученичества Ячи. По словам Хуан Сиолуна, не было необходимости проводить грандиозную церемонию ученичества Ячи, и простой церемонии было достаточно. Личиошин кивнул, слушая мнение Хуан Сиолуна. Церемония ученичества Ячи состоялась на следующий день. Личиошин пригласил нескольких великих старейшин в Рату Дачи, которые имели с ним хорошие отношения, чтобы стать свидетелями церемонии. На церемонии присутствовало всего лишь десяток человек. Хуан Сиолун, естественно, был одним из участников. Из-за присутствия Хуан Сиолуна великие старейшины, которые присутствовали на церемонии, были чрезмерно восторженными по отношению к Ячи, заставляя ее чувствовать себя польщенной и взволнованной. После того, как церемония ученичества закончилась, Хуан Сиолун провел несколько дней в поместье Мириад Богов. Перед тем, как уйти, он напомнил Ячи, чтобы она усердно совершенствовалась рядом с Личиошином. С этими словами Хуан Сиолун вернулся в Божественное Царство Удачи на маленькой корове. Вернувшись в Божественное Царство Удачи, его первым пунктом назначения был не Дворец Космоса. Вместо этого он направился к террасе в храме. Хуан Сиолун стоял перед стелой дьявола, а маленькая корова вытягивала шею слева направо и спереди назад, изучая черную стелу. Все это время она не проронила ни слова, но Хуан Сиолун мог заметить, что выражение ее лица становилось все более серьезным. Это продолжалось в течение получаса. Хуан Сиолун не мог не спросить, ну что? Только тогда маленькая корова остановилась и медленно сказала, «Если я права, это должна быть стела дьявола кровавого глаза». «С тела дьявола кровавого глаза». Это напомнило Хуан Сиолуну о гигантском кровавом глазе, появившемся, когда он впервые попытался вторгнуться в эту стелу дьявола. Маленькая корова серьезно заявила, «Да, я уверена, что это стела кровавого глаза». В мире дьявола есть шесть великих дьявольских стел, и эта стела кровавого глаза является одной из них. В мире дьявола существует легенда, что эти шесть дьявольских стел были выкованы неутьянем из бесчисленных кристаллов хаоса, и тот, кто соберет все шесть дьявольских стел, сможет получить искусство небесного дьявола, которое неутянь вписал в них. Шесть великих дьявольских стел. Неутянь. Искусство небесного дьявола. Голова Хуан Сиолуна закружилась на этом информационном шквале. Маленькая корова засмеялась. Правильно, это искусство небесного дьявола, самая мощная техника в мире дьявола, в то время как паразитическая среда великого тумана, которую ты культивируешь прямо сейчас, является техникой божественного мира номер один. Эти две техники одинаково сильны. Эта часть информации поразила Хуан Сиолуна. Вскоре после того, как древний небесный император, самый сильный человек в мире дьявола, неутянь, также исчез. Никто не знает, куда отправился неутянь. Маленькая корова продолжила. Есть подозрения, связаны ли исчезновения древнего небесного императора и неутяня. Тон Хуан Сиолуна также стал серьезным. Исчезновение древнего небесного императора и неутяня в одно и то же время, скорее всего, было просто совпадением и ничем иным. Прямой связи нет. Согласно разбитым воспоминаниям, которые он видел в ракушке, исчезновение древнего небесного императора не было связано с неутяням. В последствии Хуан Сиолун спросил, есть ли у тебя способ подавить дух стела дьявола кровавого глаза? Он нервно посмотрел на маленькую корову. Наблюдая за нервным поведением Хуан Сиолуна, маленькая корова проворчала. Ты думаешь, я действительно такая крутая? А? Это одна из шести великих стел мира дьявола, так как ты думаешь, ее дух так легко подавить? Хотя Хуан Сиолун более или менее ожидал такого ответа, он не мог не чувствовать разочарования. На самом деле, эта стела кровавого глаза не полна, сказала маленькая корова. Хуан Сиолун был ошеломлен. Что это значит? Это только верхняя часть стелы. Маленькая корова продолжила. У нее есть и нижняя часть. Если бы это была полная стела, то должно было быть два духа с кровавым глазом. В последний раз, когда ты прикоснулся к ней, появился только один дух. Теперь, когда маленькая корова упомянула об этом, Хуан Сиолун вспомнил, что в то время пришел только один гигантский дух. Если бы эта стела была полной, ты бы точно умер в тот раз, подчеркнула маленькая корова. Поскольку эта дьявольская стела является неполной и понесла большой урон, сейчас ее сила составляет менее одной десятой от того, что было раньше. Поэтому, после того, как ты пробьешься к царству бога предка, возможно, тогда ты сможешь усмирить эту половину стелы с помощью моей фиолетовой молнии. Внутренний Хуан Сиолун был рад, но в то же время он также был сбит с толку. Кто мог на самом деле повредить стелу до такой степени? И где была нижняя половина? 200 миллионов лет назад предок синего льва из врату дачи нашел эту верхнюю половину стелы кровавого глаза в дьявольской земле. Может, эта нижняя половина все еще там? Глава 1255 Поглощение огненного кристалла феникса была ли нижняя половина стелы кровавого глаза дьявола в том же самом мире, где была найдена верхняя половина, можно было определить только после того, как Хуан Сиолун поглотит верхнюю половину стелы после прорыва к царству бога предка. Хуан Сиолун и маленькая корова покинули террасу и вскоре прибыли во дворец космоса. Маленькая корова прогуливалась вокруг дворца космоса, качая головой влево и вправо, комментируя «Неплохо, неплохо, как и следовало ожидать от ученика с божеством императорского ранга». Хуан Сиолун улыбнулся «Если они узнают твой талант, твое содержание будет лучше, чем мое». Маленькая корова ухмыльнулась «Это может быть и не так, как знать, вдруг они разделают меня и приготовят из меня лапшу с говядиной». Затем маленькая корова сменила тему «Это так называемая лапша с говядиной на земле действительно такая вкусная». Хуан Сиолун однажды упомянул ей о земной лапше, когда они ели жареное мясо. Конечно, Хуан Сиолун с уверенностью кивнул. В прошлой жизни, когда ему было 17 лет, и он учился на втором курсе местной средней школы, его любимым блюдом была говяжья лапша из лавки напротив его средней школы. Эта лавка называлась «Лавка сотни вкусов», и разговоры о супе с говядиной и лапшой действительно вызывали у него ностальгию. Что еще более важно, у владельца лавки сотни вкусов была дочь, которая была в одном классе с ним. Она была самой красивой девочкой в его классе, и она была самой красивой девочкой в их школе. Видя ностальгию на лице Хуан Сиолуна, маленькая корова стала еще более любопытной. Маленькая корова решила посетить эту землю в будущем и попробовать лапшу, которую Хуан Сиолун упомянул. Окрестности Дворца Космоса были тихими и спокойными с наступлением ночи. Хуан Сиолун сидел со скрещенными ногами в секретной камере Дворца Космоса, а перед ним парил огненный кристалл Феникса размером с кулак. Под влиянием Хуан Сиолуна кристалл Феникса испускал чарующее тепло. Волны и волны потрясающей энергии огненного элемента заполняли секретную камеру. Наблюдая за этим, он больше не колебался. Он начал распространять силы своих трех божеств в соответствии с методом первой стадии паразитической среды Великого Тумана. Энергия элемента огня из огненного кристалла Феникса немедленно вырвалась наружу. Хуан Сиолун жадно пожирал энергию элемента огня, подобно гигантскому киту пьющему воду. Четыре божественных огня внутри его тела ярко сияли, когда духовная энергия хаоса падала из пустоты. Небесная спиральная ракушка и фиолетовый дракон Великого Тумана излучали серебристый и фиолетовый свет соответственно. Вскоре Хуан Сиолун был полностью окутан энергией элемента огня из огненного кристалла Феникса. Когда пламя танцевало в воздухе, издалека он напоминал человека, который загорелся и был на грани сожжения. Маленькая корова быстро взорвала пурпурное облако молнии над головой Хуан Сиолуна, чтобы защитить его. Когда маленькая корова выпустила пурпурное облако молний, чтобы защитить Хуан Сиолуна, духовная энергия хаоса из пустоты, а также энергия элемента огня Феникса из кристалла огня Феникса бесконечно устремилась в его тело. Полосы пурпурной молнии потрескивали вокруг маленькой коровы. Время летело. В мгновение ока прошло три месяца. Энергия элемента огня внутри огненного кристалла Феникса в течение этих трех месяцев не уменьшалась, а становилась все сильнее и горячее, как цунами. Каждая волна огня была сильнее, чем предыдущая, когда она всплывала из огненного кристалла Феникса. Хуан Сиолун был вне шока в это время. Количество энергии элемента огня внутри этого маленького огненного кристалла размером с кулак значительно превзошло его ожидания. Его тело чувствовалось как горящая печь, и он был на грани разрушения от того, что перенес эти бесконечные волны огненной энергии, несмотря на свое сильное тело истинного дракона. В этот момент Хуан Сиолун был еще более рад, что он неопрометчиво поглотил кристалл Феникса. Он даже не мог представить, в каком состоянии он оказался бы к этому моменту, если бы он поглотил кристалл Феникса без поддержки маленькой коровы. Прошло еще полмесяца, и совершенствование Хуан Сиолуна достигло пика в середине 4 уровня царства Древнего Бога, и были признаки того, что он сможет прорваться в конец 4 уровня в любое время. Сам того не заметив, Хуан Сиолун потратил в уединении уже полгода. К этому времени совершенствование Хуан Сиолуна уже достигло царства Древнего Бога в конце 4 уровня, И все же кристалл огня Феникса оставался таким же сияющим, как Солнце, непрерывно испуская волны энергии элемента огня. Вскоре прошел год. После года совершенствования в уединении Хуан Сиалун, наконец, прорвался к пику конца четвертого уровня царства Древнего Бога. В последние дни энергия элемента огня из огненного кристалла Феникса начала постепенно ослабевать. Прошло еще полгода. Кристалл Феникса, наконец, потерял свой блеск, рассыпаясь в пепел и исчезая из секретной комнаты. Волны тлеющего огня вокруг Хуан Сиалуна медленно исчезали в его теле. Через несколько часов Хуан Сиалун открыл глаза. Когда он открыл глаза, Хуан Сиалун увидел, что маленькая корова сидит в углу с закрытыми глазами, окутанная фиолетовым туманом молнией. Казалось, что маленькая корова была на грани прорыва, поэтому Хуан Сиалун тихо выскользнул из секретной комнаты, не потревожив маленькую корову. Хуан Сиалун медленно вышел из Дворца Космоса и посмотрел на мерцающие звезды в ночном небе над головой. Остановившись, он глубоко вдохнул богатую духовную энергию горы Тысячи Духов, чувствуя себя свежим и счастливым. В этот период он не только прорвался к царству Древнего Бога Пятого уровня, но и был близок к прорыву к пику раннего Пятого уровня. Даже сам Хуан Сиалун не ожидал, что сможет достичь Пятого уровня Царства Древнего Бога за такое короткое время. Интересно, как поживает Лилу? Хуан Сиалун посмотрел в сторону Снежного Дворца. Была так же ячи, как развивалось ее совершенствование под руководством Личиошина. Тем не менее, прорыв маленькой коровы был более неотложным делом, поэтому Хуан Сиалун решила подождать, пока она успешно прорвется, прежде чем навестить двух девочек. На случай, если произойдет несчастный случай, дверь секретной камеры внезапно открылась пять дней спустя, и в воздухе разлетелись пурпурные молнии, когда маленькая корова выскочила с радостно качающимся хвостом. Хуан Сиалун потому, как качался хвост, могла сказать, что она также извлекла выгоду из кристалла огня Феникса и духовной энергии Хаоса. Для него было очевидно, что маленькая корова была намного сильнее, чем раньше, но, по правде говоря, ее самодовольство прямо сейчас требовало порки. Маленькая корова внезапно смущенно посмотрела на Хуан Сиалуна, когда она подошла к нему. Ее голова нежно подтолкнула его руку, и она тихо прошептала. «Мастер, почему ты всегда так смотришь на меня?» Хуан Сиалун неосознанно задрожал и в шутку огрызнулся на нее. «Смотрю на твое самодовольное коровье лицо». Он прыгнул на маленькую корову и попросил, «Давай пойдем в снежный дворец». Хуан Сиалун направился к снежному дворцу Лилу на маленькой корове, но когда он добрался до снежного дворца, никого не было видно. Лилу там тоже не было. «Может ли она быть в усадьбе чистого снега в городе Удачи?» Подумал Хуан Сиалун. С этой мыслью Хуан Сиалун покинул божественное царство Удачи и направился прямо в поместье чистого снега Лилу в городе Удачи. Однако Служанков сообщила ему, что Лилу отправилась на поле битвы с экстерриториальным дьяволом, чтобы потренироваться несколько месяцев назад. Хуан Сиалун ушел недовольным. Из поместья чистого снега Лилу он отправился к вечному пику Личиашина, но был обречен на разочарование, поскольку Ячи тоже не было рядом. Ученица сказала Хуан Сиалун, что Ячи отправилась в зал Удачи, чтобы выбрать себе задание. Так как Личиашина тоже не было, Хуан Сиалун решила подождать Ячи во дворе вечного пика. Некоторое время спустя Ячи вернулась, но Хуан Сиалун издалека увидел, как она дуется, как будто с ней что-то случилось. Когда Ячи подошла ближе, она заметила Хуан Сиалун. Ее лицо озарилось, когда она крикнула «Сиалун». Хуан Сиалун игриво попросил раскрыть ее беспокойство. «Что случилось? Кто над тобой издевался? Расскажи своему ученику, и я пойду побью его». Глава 1256 «Выздоровление Ван Гудзы и я пойду, побью его?» Улыбка растеклась по лицу Ячи, услышав слова Хуан Сиалуна, но она поколебалась, а затем сказала «Это ничего». Хуан Сиалун сделал полшага к Ячи и взял обе ее руки. Он посмотрел прямо на нее и потребовал «Скажи мне, или я действительно разозлюсь?» Он нарочно сказал тяжелым тоном «Если я рассержусь, последствия будут очень плохими». Когда он сказал это, он взглянул на ее сладострасную грудь и округлую задницу. Ячи мгновенно покраснела. Всякий раз, когда Хуан Сиалун злился, он шлепал ее. Сказать, что он любит шлепать ее, было преуменьшением. Подумав, Ячи сказала «Я пошла в зал удачи, чтобы выбрать себе задание, но ответственной старейшина хочет от меня десять великих божественных таблеток». Брови Хуан Сиалуна слегка сморщились, он ясно услышал значение слов Ячи. Он знал, что всем ученикам врат удачи не нужно было платить никаких таблеток при принятии задания, но этот старейшина потребовал их от Ячи, что можно было назвать только взяткой. Не говоря уже о том, что внешнему ученику секты, как Ячи, было нелегко достать десять великих божественных таблеток. Врата удачи давали пособия всем своим ученикам, и десять великих божественных таблеток составляли половину ежемесячного пособия внешнего ученика. Кроме того, продолжала Ячи, он сказал, что «Если я хочу продолжать принимать там задания, я могу пойти в его дворец совершенствования, чтобы пообщаться с ним, а он свободен только ночью, поэтому лучше всего искать его ночью. Пойти, пообщаться с ним ночью». Было очевидно, что этот старейшина задумал. Холодный блеск мелькнул в глазах Хуан Сиалуна, услышав ее слова. Этот старейшина на самом деле осмелился вести себя так нагло на публике, даже пытался воспользоваться Ячи. «Разве он не знает, кто ты?» спросил Хуан Сиалун. Даже если этот старейшина не знал, что Ячи была его женщиной, ее личности как ученицы Личашина должно было быть достаточно, чтобы сдерживать подобные инциденты. Ячи покачала головой. «Скорее всего, он знает. Давай, я пойду туда с тобой прямо сейчас». Хуан Сиалун потянул Ячи руку, готовясь к поездке в залу дачи, где ученики выбирали задание, чтобы узнать, кем был этот старейшина. В это время вошел Личашин. «Брат Хуан, это ты куда-то идешь?» По возвращении подчиненной Личашина уведомил его, что Хуан Сиалун был там, поэтому он пришел во двор Ячи, чтобы встретиться с ним. Но как только он прибыл, он заметил убийственную ауру на лице Хуан Сиалуна и не понимал, что вызвало ее. На вопрос Личашина Хуан Сиалун сказал Ячи, «Лучше, если ты это скажешь». Ячи сначала поприветствовала Личашина, а затем рассказала, что произошло, когда она была в зале удачи, выбирая задачу. Когда она закончила, лицо Личашина напряглось. Это никогда не приходило ему в голову, что-то подобное может произойти. Теперь он мог понять убийственную ауру, исходящую от Хуан Сиалуна. Любой чувствовал бы то же самое, как выглядит этот старейшина, спросил Личашин. За выполнение заданий отвечали трое старейшин. Ячи описала старейшину. Маленький, толстый, у него большой нос и, кажется, он всегда улыбается. Личашин сразу понял, кем был этот старейшина, послушав описание Ячи. Слабый хмурый взгляд появился между его бровями. В чем дело? Спросил Хуан Сиалун, заметив выражение лица Личашина. Личашин объяснил. Этого человека зовут Сунья, и он во фракции молодого лорда Джуфына. В то же время его талант довольно хорош. В настоящее время его совершенствование достигло пика конца третьего уровня царства древнего бога. По оценкам, через 3-400 лет он, скорее всего, совершит прорыв в четвертый уровень царства древнего бога. Его сила занимает третье место среди наших старейшин врат удачи. Сунья – человек из фракции Джуфына. Хуан Сиалун усмехнулся. Неудивительно, что действия Сунья настолько наглые. Но, брат Хуан, не беспокойся об этом, я обязательно передам этот вопрос начальнику врат и попрошу объяснений, заверил Личашин. Так что, если это Сунья, так что, если его поддержит Джуфын? Он, Личашин, не был мягкой хурмой, которую каждый мог лепить так, как ему нравилось. Более того, этот вопрос был косвенно связан с Хуан Сиалуном. Хуан Сиалун кивнул и согласился позволить Личашину заняться этим вопросом. Несмотря на то, что Личашин был великим старшим из врат удачи, он не мог произвольно наказать старейшину. Поэтому он мог только довести это дело до начальника врат Джуи. Однако, поскольку Сунья принадлежал фракции Джуфына, даже если этот вопрос был доведен до начальника врата Джуи, Хуан Сиалун полагал, что он будет пылиться до того, как будет достигнут какой-либо реальный результат. Сунья, Хуан Сиалун повторил это имя, запомнив. Хуан Сиалун сопровождал Ячи в течение нескольких дней, а затем вернулся в Божественное Царство Удачи. В эти несколько дней Хуан Сиалун в основном давал Ячи руководство по ее совершенствованию. Когда он был свободен, он посещал Личашина и задавал вопросы, связанных с вратами удачи. Некоторые вещи ему было трудно спросить у золотого чела или кровавого ножа. Когда через несколько дней Хуан Сиалун и маленькая корова вернулись в Божественное Царство Удачи, он отправился к своим двум мастерам, золотому челу и кровавому ножу. В тот момент, когда кровавый нож увидел Хуан Сиалуна, он со смехом сделал выговор. Брат, ты так долго был в уединении, как только вернулся с битвы новых учеников четырех материков. После того, как ты вышел из своего уединения, ты первым делом пошел искать свою женщину. Надо было отдать дань уважения нам, двоим старикам. Золотой челу улыбнулся, сказав, должны ли мы наказать его, чтобы он совершенствовался в твоем духовном бассейне крови в течение нескольких лет? Хуан Сиалун смеялся, соглашаясь. Хорошо, этот ученик готов это сделать. Кровавый нож смеялся, хотя чувствовал себя немного неловко. Если ты будешь совершенствоваться в течение нескольких лет в моем бассейне крови, он опустеет. Золотой челу разразился смехом. В ближайшие дни тебе не нужно никуда идти, останься с этими двумя стариками. Кровавый нож добавил. Потрать несколько дней, чтобы изучить мою технику кровавого ножа. Золотой челу согласился. В то же время я расскажу тебе о моем металлическом домене. Хуан Сиалун был в восторге, услышав слова учителей. Он быстро поблагодарил их. Большое спасибо, мастера. Похоже, поездка в мир чистого духа должна быть отложена. Техника кровавого ножа и металлический домен золотого чела считались двумя из лучших божественных искусств в мире в Янтьян. Теперь, когда оба учителя были готовы передать свои знания Хуан Сиалуну, у него не было причин отказываться. Не говоря уже о том, что он тоже очень хотел побыть со своими двумя учителями и расширять свои знания о божественном мире. Хотя маленькая корова жила дольше, чем его два учителя, она не очень хорошо знала текущее положение дел божественного мира. После этого Хуан Сиалун остался на горе тысячи духов и последовал за золотым челом и кровавым ножом, чтобы совершенствовать канон металлического домена, а также технику кровавого ножа. В мгновение ока прошло два года. В течение этого времени совершенствование Хуан Сиалуна снова и снова прорывалось от пика раннего пятого уровня царства древнего бога до середины пятого уровня, затем позднего пятого уровня, и всего несколько дней назад он достиг пика позднего пятого уровня. Его паразитическая среда Великого Тумана также значительно улучшилась за последние два года, достигнув середины первой стадии. Учитывая эту скорость, Хуан Сиалун подсчитал, что пройдет совсем немного времени, пока он полностью не поглотит фиолетовую ауру дракона Великого Тумана. Душа Хуан Сиалуна также укрепилась с помощью небесной спиральной ракушки. Время от времени он посещал ячи в поместье Мириад Богов. Однако Лилу так и не вернулась с поля битвы с экстерриториальным дьяволом, даже после этих двух лет. Иногда Лой Юньцзи приходил к Хуан Сиалуну и приносил вино. Травмы Лой Юньцзи, вызванные белым пламенем Целинь Ван Гуцзи, были более или менее исцелены. Да, я слышал, что патриарх клана Ван Гу и предки клана Ван Гу объединили свои силы для выполнения глубокой древней техники и полностью исцелили травмы Ван Гуцзи. Исцелены не только полностью его раны, но и его сила также значительно улучшилась. Он посоветовал, ты должен быть осторожен с Ван Гуцзи. Хуан Сиалун не ожидал, что Ван Гуцзи полностью исцелится. Глава 1257. Великая церемония морского бога его сила значительно возросла. Хуан Сиалун спросил Лой Юньцзи. Лой Юньцзи заявил. Несколько месяцев назад Ван Гуцзи прорвался в седьмой уровень царства древнего бога. Лой Юньцзи еле смог выдавить из себя. Седьмой уровень царства древнего бога, мастер высокого уровня царства древнего бога. Были гении, которые застряли на пике конца шестого уровня царства древнего бога на несколько сотен лет, но им не удалось прорвать седьмой уровень царства древнего бога. Не говоря уже о том, что были также многочисленные совершенствующиеся, которые застряли на тысячу, две тысячи и даже десять тысяч лет. Поэтому было даже невозможно представить прорыв к седьмому уровню царства древнего бога со скоростью, достигнутой Ван Гуцзи. Ван Гуцзи фактически прорвался в седьмой уровень царства древнего бога с вершины раннего шестого уровня царства древнего бога всего за несколько лет. Хуан Сиолун не мог сдержать смех, услышав плач Ло Юнцзи. Я не ожидал, что Тарана обернется благословением для Ван Гуцзи, поскольку он фактически прорвался к седьмому уровню царства древнего бога. Он должен поблагодарить меня за это. Хуан Сиолун не принял близко к сердцу известие о прорыве Ван Гуцзы в седьмой уровень царства древнего бога. Ло Юньцзи мог видеть, что его друг безразличен к тому, что он только что сказал. Брат, теперь, когда Ван Гуцзы прорвался к седьмому уровню царства древнего бога, его сила в несколько раз выше, чем раньше. Кроме того, я также слышал, что его черное пламя целин достигло предварительного завершения. Ло Юньцзи очень хорошо понимал, что означает предварительное завершение черного пламени целин, и, поскольку он понимал это, он чувствовал, что необходимо предостеречь Хуан Сиолуна. Даже среди нынешних старейшин клана Ван Гу было лишь несколько из них, которые успешно совершенствовались до уровня черного пламени целин. Хуан Сиолун улыбнулся Ло Юньцзи. К счастью, его черное пламя целин еще не достигло основного завершения. Если бы это случилось, то было бы несколько неприятно иметь дело с этим паршивцем, если бы я столкнулся с ним в будущем. Ло Юньцзи открыл рот, снова потеряв дар речи. В мгновение ока прошел еще один год. Хуан Сиолун уже три года совершенствуется рядом с золотым челом и кровавым ножом. В течение этих трех лет он не только совершенствовал технику кровавого ножа и канон металлического элемента, но и значительно улучшил свое мастерство владения мечом. В течение этих трех лет Хуан Сиолун также развил лучшие понимания нынешнего божественного мира, а также мира Винтьян. И благодаря этому знанию будущая цель Хуан Сиолуна стала яснее в его сознании. Хуан Сиолун, как обычно, прибыл во дворец совершенствования золотого чела и кровавого ножа, чтобы освоить канон металлического элемента и кровавый нож. Через некоторое время, прочитав лекцию, кровавый нож сказал. Сиолун, есть кое-что, что мы хотим обсудить с тобой о великой церемонии бога морских племен. Церемония бога моря, смущенно повторил Хуан Сиолун. Золотой челу объяснил. Да, великая церемония бога моря. Это самое большое священное событие морского племени, немного похожее на великую войну нашего материка удачи. По правде говоря, это все талантливые ученики морского племени из молодого поколения соревнуются друг с другом. Итак, вот как все обстоит. До Хуан Сиолуна дошло. Но Хуан Сиолун все еще был немного сбит с толку. Поскольку великая церемония бога моря была праздником морского племени, похоже, это не имеет к нему никакого отношения, верно? Тогда почему его два мастера обсуждали это с ним? Один взгляд на лицо Хуан Сиолуна и кровавый нож увидел его замешательство. Он сказал. Морское племя послало приглашение нашим вратам удачи, клану Вангу и племени темных эльфов. Что еще более важно, они специально просили нас взять вас с собой. Слова кровавого ножа заставили Хуан Сиолуна нахмуриться. Специально просили золотое чело и кровавого ножа взять его с собой. Золотое чело серьезно добавил. Действия морского племени немного странны. Более того, морское племя пригласило не только нас, клан Вангу и племя темных эльфов, но и суперсилы из вечного мира, мир побеждающих тигров, отдельный мир, мир бога моря и другие соседние миры. Хуан Сиолун был искренне удивлен. Хотя мы не знаем, каковы намерения морского племени, продолжал кровавый нож, мы подозреваем, что после окончания великой церемонии бога моря, морское племя отправит своих гениальных учеников молодого поколения бросить вам вызов на битву. Хуан Сиолун сразу понял, на что намекают его два учителя. Морское племя хочет использовать этот шанс, чтобы потрясти фундамент сил человеческой расы в мире в Янтьян. В конце концов, он был чемпионом битвы новых учеников четырех материков нынешнего срока, и многие молодые поколения человеческой расы восхищались им и поклонялись ему. Если бы гениальный ученик морского племени бросил ему вызов и победил, морское племя могло бы разрушить веру человеческой расы в этом аспекте и поднять свой престиж. Хотя это только наши предположения, вполне вероятно, что это цель морского племени. Золотое чело вступило во владение. Твой талант очень хорош, но твоей нынешней силы недостаточно по сравнению с некоторыми из лучших гениальных учеников морского племени, сказал Золотое чело с явным беспокойством в голосе. Слова Золотого чела были неожиданными для Хуан Сиолуна. Несмотря на то, что он воздерживался от демонстрации своей полной силы, разве он не победил Ван Гудзи? И все же Золотое чело и Кровавый нож не доверяли ему? Были ли гении этих морских племен такими чудовищными? «Я знаю, что ты мне не веришь», — объяснил Золотое чело, «но согласно тому, что мы знаем, у морского племени есть два чудовищных гения, которые почти бросают вызов небесам. Одна из них зовется Фыныньян. Никто не знает звания ее божества, и еще меньше людей знают ее настоящую силу, однако ее считают самым талантливым гением морского племени за 10 миллиардов лет. Ходят слухи, что Фыныньяну наследовала родословную древнего морского бога. Хуан Сиолун не мог не чувствовать удивления и шок. Удивлен, что ученик гениального морского племени был на самом деле девочкой. Шокирован тем, что этот Фыныньян имеет древнюю родословную морского бога. В древние времена самый сильный человек морского племени назывался богом моря. Этот человек был также верховным лидером морского племени, Но последний бог морского племени пал 500 миллионов лет назад. С тех пор никто не унаследовал родословную бога моря, поэтому положение бога моря осталось пустым. Теперь, когда было сказано, что Фыныньяну наследовала родословную древнего морского бога, не значит ли это, что она является богом морского племени нового поколения? Тот факт, что Фыныньян несла родословную морского бога, сама по себе много говорила о степени ее таланта. Однако, с точки зрения таланта, Хуан Сиалун был уверен, что лишь немногие могут превзойти его. Может быть, только сын неба мог иметь более высокий талант, чем он. Однако он не мог измерить силу Фыныньян. А кто другой? Спросил Хуан Сиалун. Другого зовут Гоцзюнь, ученик семьи Го. На самом деле, он имеет некоторые связи с вами, ученик семьи Го. Хуан Сиалун удивленно спросил. Он Гоган? Он двоюродный брат Гогана со стороны отца. Гоцзюнь, старший сын нынешнего патриарха семьи Го, сказал золотой чело. Никто за пределами не знает, насколько талантлив Гоцзюнь, и трудно определить его реальную силу. Но 20 лет назад он одним движением убил пика раннего девятого уровня царства древнего бога. Хуан Сиалун прищурился, слушая. Убить вершину раннего девятого уровня царства древнего бога одним движением, означает ли это, что 20 лет назад Гоцзюнь обладал боевым мастерством мастера десятого царства древнего бога? А сейчас, 20 лет спустя, кроме тебя также приглашены Ван Гудзе и Юусинь, добавил кровавый нож. Хуан Сиалун просто кивнул. Примерно через час Хуан Сиалун с тяжелым сердцем вышел из дворца совершенствования золотого чела и кровавого ножа. Пять лет, пробормотал Хуан Сиалун. От своих двух учителей он узнал, что великая церемония бога моря состоится через пять лет. Теперь он почувствовал необходимость срочно отправиться в мир чистого духа. Глава 1258. Потомок Ван Ся на пять лет не были ни долгим, ни коротким временем. Они проходят в мгновение ока для совершенствующихся. В течение следующих пяти лет, если Хуан Сиалун хотел быстро увеличить свою силу, до такой степени, что он мог победить Гоцзюня и другого гениального ученика морского племени Фыныньин, ему нужно было как можно скорее отремонтировать башню для смешивания таблеток. Недавно он узнал от маленькой коровы, что башня для смешивания таблеток очень ценна. По правде говоря, даже маленькая корова не знала о происхождении башни для смешивания таблеток, но она была уверена, что, пока у него есть материалы, башня для смешивания таблеток может создавать любые таблетки, которые он захочет. Поскольку он успешно культивировал первую стадию паразитической среды Великого Тумана, его три высших божества глотали энергию даже быстрее, чем раньше. Даже духовная энергия Хаоса четырех божественных огней и фиолетовая Великая Аура Дракона не смогли удовлетворить их до тех пор, пока башня смешивания таблеток могла непрерывно снабжать его духовными таблетками Хаоса, чтобы удовлетворить энергетические требования его трех высших божеств. Его скорость совершенствования определенно будет быстрее, чем текущая. За эти три года он закончил поглощать все золотые бусины, которые он собрал с вулкана. Но теперь, когда он достиг раннего шестого уровня царства древнего бога, золотые бусины утратили для него всякую полезность. Хуан Сиалун также сообщил своим двум мастерам, золотому челу и кровавому ножу, что собирается посетить мир чистого духа. Оба его учителя были удивлены, когда услышали его решение, этот паренек хочет пойти в мир чистого духа. Когда они узнали, что Хуан Сиалун отправляется в мир чистого духа за пятицветным небесным камнем, кровавый нож сказал, «Как насчет такого, мне тоже хочется туда, так почему бы мне не сопровождать тебя в мир чистого духа?» Теплое чувство наполнило сердце Хуан Сиалуна. Он прекрасно знал, что кровавый нож использовал это как оправдание, так как он беспокоился о безопасности Хуан Сиалуна. «Учитель, на этот раз, я хотел бы пойти один и воспользоваться этой возможностью, чтобы потренироваться», — сказал Хуан Сиалун. Несмотря на то, что он знал, что присутствие кровавого ножа для его сопровождения будет означать меньше опасностей, Хуан Сиалуну все равно было немного неудобно из-за его секретов. Не говоря уже о том, что путешествие с кровавым ножом привлекло бы больше внимания, «Тебе действительно не нужно, чтобы я шел с тобой?» Кровавый нож не ожидал, что его дорогой ученик откажется. Хуан Сиалун покачал головой и убедил. «Мастера, вы можете быть уверены. Я буду осторожен, со мной все будет в порядке». Затем он в шутку добавил. «Я очень везучий и я не умру так легко». И Золотое Чело, и Кровавый нож смеялись, слушая слова своего ученика. «Это правда». Золотое Чело хихикнул. «Ты даже поглотил ауру Великого Тумана». Он никогда не встречал никого с такой степенью удачи. Даже он и Кровавый нож немного завидовали Хуан Сиалуну. В конце концов и Золотое Чело, и Кровавый нож перестали настаивать на сопровождении Хуан Сиалуна. Но они советовали ему быть осторожным, когда он пойдет в мир чистого духа. Он запомнил каждый совет наизусть. На следующий день Хуан Сиалун покинул Божественное Царство Удачи на Маленькой Корове и направился к Вечному Пику, чтобы увидеться с Ячи. Он оставался с Ячи в течение дня, прежде чем покинуть Врата Удачи. Но вскоре он обнаружил за собой хвост. Хуан Сиалун насмешливо усмехнулся. Излишне говорить, что человек, следующий за ним, вероятно, принадлежал к одной из четырех сил, секте Древнего Дракона, секте Городов Близнецов, Джуфыну или Ванваю. Однако Хуан Сиалун вообще не беспокоился об этом. Он бродил по городу Удачи и быстро изменил свои физические черты, как только человек, следующий за ним, отвлекся. С этим он смог пройти незамеченным мимо этого человека, который следил за ним и плавно покинуть Город Удачи. Вскоре после того, как Хуан Сиалун покинул Город Удачи, в роскошной усадьбе в Городе Удачи, Джуфыну ставился на подчиненного, стоящего на коленях перед ним. Что? Ты потерял его? Ты, шестой уровень царства Древнего Бога, даже не можете проследить за четвертым уровнем царства Древнего Бога, какая польза от тебя? Мастер, помилуй. Подчиненный низко поклонился и умолял. Его голова упала на пол, когда он закончил умолять. С холодным безразличным щелчком Джуфын вернул длинный меч в ножны. Как думаете, почему Хуан Сиалун отправляется в мир чистого духа? Джуфын спросил двух старейшин, Лутая и Сунья. Лутай сказал серьезным тоном. Хуан Сиалун не может отправиться в мир чистого духа без причины, я думаю, что он, скорее всего, отправляется в мир чистого духа в поисках чего-то. Надо сказать, что это предположение Лутая было очень точным. Хуан Сиалун в основном собирался в мир чистого духа для Пятицветного Небесного Камня. Жирное лицо Сунья расширилось, когда он усмехнулся. Молодой лорд, ты хочешь, чтобы я убил этого ребенка? Он сам был в обиде на Хуан Сиалуна. Из-за проблемы с Ячи в последний раз Личашин сообщил об этом начальнику ворот Джуи, хотя Джуи не наказал его, его перевели из зала на какую-то другую работу на улице, что значительно уменьшило его левые заработки. После этого Сунья провел расследование и выяснил, что Ячи – женщина Хуан Сиалуна. С этого момента его ненависть к Хуан Сиалуну усилилась. По его мнению, его сместили с удобного места из-за Хуан Сиалуна. Джуфен краем глаза посмотрел на Сунья, а затем отвернулся, сказав, «Хуан Сиалун – этот золотой ребенок под покровительством золотого чела и кровавого ножа, поэтому, если он умрет, я не смогу вынести гнев двух стариков». Но его тон изменился. Но не волнуйся, довольно много людей хотят, чтобы он умер. Даже если Ван Вэй не пошевелится, все равно есть клан Ван Го и Симья Го из морского племени. Иди, расскажи клану Ван Го и Симья Го, что Хуан Сиалун направляется в мир чистого духа. Да, молодой лорд. Вскоре клан Ван Го и Симья Го из морского племени получили известие об уходе Хуан Сиалуна из врат удачи в мир чистого духа. После того, как Хуан Сиалун покинул город удачи, он направился в королевский город десяти тысяч слонов с маленькой коровой, вместо того, чтобы спешить в мир чистого духа. Хуан Сиалун спросил у золотого чела и кровавого ножа об окаменевшем божественном слоне после того, как они вернулись с битвы новых учеников четырех материков. Узнав, что он станет мастером клана десяти тысячи слонов, если ему удастся воскресить окаменевшего божественного слона, он решил пригласить маленькую корову, чтобы помочь ему с этим заданием, несмотря на то, что он знал, что это будет трудно при его нынешней силе. Маленькая корова выбежала из передающей системы королевского города десяти тысяч слонов с Хуан Сиалуном на спине. Поскольку маленькая корова использовала иллюзорную технику, никто не мог определить ее первоначальную форму. Поэтому Хуан Сиалун не беспокоился о том, что кто-то узнает его или ее. «Ну что?» – спросил Хуан Сиалун у маленькой коровы, когда они остановились перед окаменевшим божественным слоном. Но маленькая корова не ответила ему. Вместо этого она обошла вокруг окаменевшего божественного слона, говоря, «Я не ожидала увидеть здесь этого потомка Ван Сиана». Ван Сиан? – спросил Хуан Сиалун в замешательстве. Король десяти тысяч слонов, была ли маленькая корова знакома с королем десяти тысяч слонов? Маленькая корова кивнула. Тот самый король десяти тысяч слонов. У этого окаменевшего божественного слона есть родословная короля десяти тысяч слонов, но частота крови не очень высока, вероятно, потомство третьего или четвертого поколения. Тогда является ли кровь короля десяти тысяч слонов единственным способом воскресить этого окаменевшего божественного слона? С тревогой спросил Хуан Сиалун. Маленькая корова покачала головой. Не обязательно, даже кровь его второго или третьего поколения сработает. Хуан Сиалун был похож на спущенный воздушный шар, когда он заворчал. Разве это не то же самое, где он собирался найти кровь потомков короля десяти тысяч слонов второго или третьего поколения? Но нам не нужна кровь потомков этого старика. Маленькая корова внезапно отбросила это предложение. Глава 1259. Загадочный чертополох Ян глаза Хуан Сиалуна вспыхнули, когда он удивленно воскликнул. Этот окаменевший божественный слон может быть воскрешен без крови короля десяти тысяч слонов. Его лицо слегка покраснело от волнения. Знает ли маленькая корова об альтернативном методе воскрешения этого окаменевшего божественного слона? Маленькая корова кивнула. Насколько я знаю, твоя паразитическая среда великого тумана может воскресить этого окаменевшего божественного слона. Хуан Сиалун был ошеломлен на мгновение. Он был в неверии, за которым последовал неконтролируемый порыв радости в его сердце. Паразитическая среда великого тумана может воскресить этого окаменевшего божественного слона? Значит ли это, что он мог покорить клан десяти тысяч слонов? Однако следующее предложение маленькой коровы было похоже на ведро, наполненное ледяной водой, проливающееся на радость Хуансиолуна. Но культивирование паразитической среды Великого Тумана должно достигнуть второй стадии, когда ты сможешь создать червя Великого Тумана. Только твой червь Великого Тумана, сконденсированный из твоей божественной силы, может проникнуть через слой камня. Волнение Хуансиолуна погибло, будто бы от свободного падения с тысячи футов. Он действительно хотел дать маленькой корове по заднице за то, что она дала ему ложную надежду. В настоящее время его паразитическая среда Великого Тумана была только на пике середины первой стадии. Сколько времени ему потребуется, чтобы прорваться на второй этап? Хуансиолун не задерживался в городе дольше, чем необходимо. После того, как он покинул площадь, он повел маленькую корову к Кровавому морю, поскольку планировал исследовать морское дно Кровавого моря. Маленькая корова была удивлена, когда увидела бурлящие кроваво-красные воды Кровавого моря и почувствовала тепло, исходящее от поверхности моря, которое испускало экзотические ароматные пары. Тем не менее, она была более озадачена результатами исследования морского дна, так как они не смогли найти ничего, кроме руин города. Эти руины города, вероятно, являются остатками некой древней секты. Кроме того, маленькая корова также заметила, что бледно-белые стены руин города были источником этого экзотического аромата, но она не смогла определить его точное местоположение. Хуансиолун также заметил эту проблему, но, несмотря на свои методы, он не смог найти источник экзотического аромата. Если бы они могли найти источник, они могли бы разгадать тайну аромата Кровавого моря. Другая вещь это цвет Кровавого моря, вероятно, это связано с этим экзотическим ароматом, здесь нет никакой связи. Маленькая корова опровергла теорию Хуансиолуна и добавила, но это Кровавое море напоминает мне о море Крови Ада. Море Крови Ада? Хуансиолун спросил. Маленькая корова кивнула. В мире Асуры Ада также есть бесконечное море Крови, там родилось племя Кровавого Дьявола. Это море Крови отдает мне чувствам, похожим на море Крови Ада, но духовная энергия здесь в несколько раз хуже, чем в море Крови Ада. Море Крови Ада Асуры? Мысль пришла в голову Хуансиолуну, и он спросил. Тогда может ли быть так, что мастер племени Кровавого Дьявола мог прийти сюда, и его кровь образовала это Кровавое море? Мысль Хуансиолуна ошеломила маленькую корову, и она серьезно ответила. Возможно, такое возможно. Они вдвоем исследовали еще немного, но результата все равно не было. Поэтому они возвратились к поверхности Кровавого моря с морского дна и направились к горе 10 тысяч слонов. Когда через несколько дней они достигли горы 10 тысяч слонов, маленькая корова была поражена, когда выпалила. Как оно здесь оказалось? Видя выражение маленькой коровы, Хуансиолун догадывалась, что она что-то знала о горе 10 тысяч слонов. Как он и ожидал, мгновение спустя маленькая корова сказала. Это гора 10 тысяч слонов, божественный артефакт, и она была создана лично Вансяном. Хуансиолун был шокирован. Божественный артефакт, созданный самим королем 10 тысяч слонов. Хуансиолун уже слышал от маленькой коровы, что король 10 тысяч слонов был одним из четырех королей мира демонов. Другими словами, он был одним из четырех сильнейших существ в мире демонов. Какой уровень божественного артефакта он лично создал? Даже если этот божественный артефакт был подделан в его ранние годы, все же он был определенно сильным. В глазах Хуансиолуна был лихорадочный свет, когда он думал об этом. Но кто-то запечатал эту гору 10 тысяч слонов здесь. Заметив выражение лица Хуансиолуна, маленькая корова продолжила. Не говоря уже, что у горы 10 тысяч слонов уже есть хозяин, поэтому ты не можешь взять ее себе. Хуансиолун почувствовал волны разочарования, поразившие его сердце. Есть хозяин, человек, которому принадлежит эта гора 10 тысяч слонов, еще жив. Означает ли это, что хозяин этой горы, король 10 тысяч слонов? В конце концов, этот окаменевший божественный слон является потомком короля 10 тысяч слонов, тогда как эта гора 10 тысяч слонов была божественным артефактом, созданным королем 10 тысяч слонов. Это было слишком много совпадений. Хуансиолун и маленькая корова впоследствии достигли вершины горы 10 тысяч слонов. Оба стояли перед сценой битвы, которая использовалась во время битвы новых учеников четырех материков. Эта сцена также является божественным артефактом, созданным Вансяном. Маленькая корова узнала сцену битвы одним взглядом, затем она посмотрела на Хуансиолуна и сказала, Подобно этой горе 10 тысяч слонов, эта сцена также имеет владельца. Несмотря на то, что Хуансиолун ожидал, что это будет возможно, он не мог не почувствовать разочарования. Из-за своего разочарования он потерял всякий интерес к посещению города Золотого Колеса, поэтому они покинули гору. Спустя три месяца, две фигуры летели на большой скорости в огромном пространстве. Эти две фигуры были никто иной, как Хуансиолун и маленькая корова. Сначала они должны были добраться до мира пустого неба, чтобы использовать систему передачи мира пустого неба, чтобы перейти в мир чистого духа. Три года назад Хуансиолуну потребовалось бы больше года для того, чтобы попасть в мир пустого неба. Но поскольку его совершенствование продвинулось, теперь ему потребовалось всего около четырех месяцев, чтобы достичь мира пустого неба из мира в Янтьян. По правде говоря, Хуансиолун мог использовать силе. Тем не менее, Хуансиолун смог поглотить астральную силу в пространстве, чтобы укрепить свое тело и душу, летая в огромном пространстве. Для него это тоже была форма тренировки, поэтому он не использовал силе, так как в этом не было необходимости. Однажды Хуансиолун и маленькая корова спустились на планету. Они планировали отдохнуть там на ночь и на следующий день отправиться в мир пустого неба. Это была маленькая планета размером от трех до четырех островов зеленого облака. Бесплодные холмы, засохшие сорняками, и пустоши – все, что они могли видеть во всех четырех направлениях. Самый короткий из этих сорняков был еще дюжины метров в высоту, а самый высокий вырос на 30-40 метров в высоту. Если бы эти сорняки росли на Земле, их бы классифицировали как гигантские сорняки. Хуансиолун пролетел над пустынной местностью на спине маленькой коровы, когда они искали место для отдыха, и внезапно они услышали свистящий ветер, доносящийся впереди них. Использовав космическое сокрытие, они оба исчезли в космическом кармане. Через несколько минут они увидели пятерых молодых людей, одетых в золотые парчевые одежды, летящих к ним. Эта группа совершенствования учеников колебалась между серединой и концом седьмого уровня царства древнего бога. Хуансиолун видел, что все они были взволнованы и очень спешили добраться до какого-то места. После того, как группа учеников ушла, Хуансиолун и маленькая корова снова появились над пустошью, следуя за ними. Хуансиолун сказал, наблюдая, как группа учеников уходит. Когда ученики пролетали мимо Хуансиолуна, он слышал, как один из них пробормотал слова загадочной чертополохьян. Это сильно пробудило интерес Хуансиолуна. Даже после того, как прошло так много лет, кровавое проклятие сердца дьявола все еще оставалось в теле Ячи, потому что они не смогли найти две оставшиеся духовные травы хаоса. Загадочный чертополохьян и кристалл глубокого моря. Хуансиолун и маленькая корова преследовали группу учеников, и после трех часов полета они достигли горной цепи, которая горела красным. Тепловые волны обжигали их кожу в тот момент, когда они вошли в горный массив. Группа учеников обыскала несколько гор, пока не достигла просторной долины, где Хуансиолун и маленькая корова услышали звуки борьбы. Хуансиолун посмотрел в сторону источника сражения и увидел нескольких человек в напряженной битве. Одна сторона была одета в те же золотые парчевые одеяния, в то время как другая сторона была одета в желтую мантию с эмблемой ядовитого скорпиона. Глава 1260 Павильон Золотой Феникс Восторг сиял в глазах учеников в золотых одеждах, когда они увидели, что их товарищи прибыли, чтобы помочь им в битве. Младший брат Чин, старший брат Лян. Пять учеников, которые только что прибыли, немедленно бросились в бой. Как только они вступили в схватку, импульс битвы немедленно изменился. Вскоре ученики в желтых одеждах с эмблемой ядовитого скорпиона оказались в невыгодном положении. Но внимание Хуан Сиалуна было сосредоточено на маленьком малиновом чертополохе, растущем у стены скалы, которая находилась недалеко от битвы. Этот маленький чертополох был совершенно багровым, и на его поверхности танцевали слабые языки пламени. На верхушке чертополоха росли пылающие красные фрукты необычной формы. Загадочный чертополох Ян. Хуан Сиалун не мог скрыть радости на своем лице, уставившись на багровый чертополох. Очевидно, битва перед ним происходила из-за этого загадочного чертополоха Ян. Хуан Сиалун много лет искал загадочный чертополох Ян, но никогда не ожидал найти его по пути в мир пустого неба. Однако, как только Хуан Сиалун приготовился захватить загадочный чертополох Ян, в долине раздался пронзительный звук свистящих ветров. В следующий момент в долине появился крепкий молодой человек, одетый в чернильно-черную мантию. Этот молодой человек носил черную броню, на которой была отличительная эмблема Золотого Феникса. Две сражающиеся стороны слегка побледнили, когда они увидели одежду молодого человека. Павильон Золотого Феникса выпалила одна из сторон. Молодой человек полностью игнорировал этих людей, так как его взгляд был устремлен на загадочный чертополох Ян. Он громко рассмеялся и радостно воскликнул. Ха-ха, это действительно загадочный Ян чертополох, который я искал тут и там в течение нескольких тысячелетий. Кто бы мог подумать, что я найду его здесь? С этими словами его рука потянулась, чтобы забрать загадочный чертополох Ян. Старший этот загадочный чертополох Ян был обнаружен нашей сектой Ядовитого Скорпиона. Ученик в желтой одежде с тревогой вскрикнул. Я надеюсь, что старший примет во внимание хорошие отношения между сектой Ядовитого Скорпиона и Павильоном Золотого Феникса и любезно поможет нам. Если мы заберем загадочный чертополох Ян, мы будем очень благодарны старшему. Молодой человек саркастически рассмеялся. Помочь тебе? Твоя секта Ядовитых Скорпионов – ничто иное, как раб нашей секты Золотого Феникса. Следовательно, твоя секта Ядовитых Скорпионов – ничто иное, как иное, как иное.